Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот, соответственно, до всяких спецопераций, мобилизации и всего остального, что происходило Поэтому, возможно, мы не будем касаться этих тем А все, что вы будете видеть без данной пометки, означает, что здесь сейчас Итак, всем привет! У нас тут Люди Дела Здравствуйте! Короче, очень важная вещь Давай, начнем прям сразу сходу Я второй раз жизнью сижу перед подобным микрофоном Первый раз я тебе только что сказал, когда она говорит, Москва была И тогда про звуко... Специально, я специально не разговаривал с ним Специально То есть я, короче, уехал за кофе Чтобы, короче, разговор был такой максимально живой Я копил ульту И, короче, они меня позвали Говорят, нам надо рассказать про звукоизоляцию У тебя, говорит, есть 7 минут Надо про звукоизоляцию рассказать Я сел, их послушал Сказал, что она есть, все Ну, а потом просто о какой-то хуйне непонятный разговор Короче, мне в себя было любопытно вот что Мне в себя было любопытно, что будет, если вибрацию телефон приложить к микрофону роде Слышишь? Ну, если ты еще ближе сделаешь, то будешь сильно Тут разный режим есть Дабстеп Вообще, да? Ты можешь вот так вот снять Смотри, вот так снять Вот так вот сюда Ааа Вы поняли, сегодня у нас подкаст, во-первых, 18+, мы материмся А что, у вас бывают дети, что ли? Ну, похоже Я матерюсь в жизни Вот, но стараюсь в видосах этого не делать Ну, это исключительный случай Пиздит Пиздит Когда у меня был этот самый, как его? Один день с мастером, с другая малярка, с Димоном И он тоже постоянно матерился И мне пришлось как бы с ним материться тоже Поэтому мы сегодня Не, я могу вообще мало материться Я знаю, что ты можешь мало материться А можно сделать детский... Слушай, вот концепция детского... У нас не детский подкаст, сразу говорю Ну, уже никто такого не делал Если был бы детский строительный подкаст Детский строительный подкаст Какой такой дядя Рувим? Ну и детишки Сейчас мы с вами поговорим нахуй Про то, как делать гипсокартон Подожди, подожди У меня включаются какие-то ассоциации нахер Все, это нормально Что ты... Мы не говорим про вот эти все ассоциации богомерские Все Мы говорим про полезные вещи Мы же как Все вот эти 101 марки на марке Вот это вот все Мы же взращиваем в следующее поколение отделочников Надо нахуй начинать прям сразу С... С детей С детей, конечно Я согласен С маленького возраста На самом-то деле, как бы это ни звучало Я уверен, что вот наши дети Им лучше будет Ну, то есть я имею... Сто процентов они не будут олигархами Они будут там же, где и мы Вот Ну, уже там просто где олигархами Все занято уже Все просто Ну, да Там надо только войти, если уходить Там что-то понимать надо Там же нули, единицы, блядь Мы-то только шурупы, блядь Там всякие болты Можем понимать А там, блядь, нули, единицы Там все сложно Там тебе... О, Андрей Ты опять меня сделал фиолетовым Он не может без этого Я просто считаю, что Ну, если взять Вот посмотреть на ситуацию Вот со стороны немножечко, да Почему? Это на самом деле тема интересная Посмотреть на ситуацию страны Немного вот в сторону отойти У нас же вообще ремесленничество Оно как таковое Начало просто умирать У нас... Причем уже давно У нас нет... Если человек задаст себе вопрос Чтобы найти какого-либо ремесленника Чтобы выполнить какую-то ремесленническую функцию Или задачу, например, там Кого-нибудь кузнеца Не какой-нибудь, блядь, там Вот этого странного человека С большим носом И где-то там делают холодную ковку В общем, сейчас, блядь, загнута армату И называют это ковкой Это не так Я имею в виду сделать изделие Полноценно прямо, блядь, взять Там пакет металла сковать Там, не знаю Сделать какую-нибудь там саблю Нож, блядь, я не знаю Подкову еще какую-нибудь хуйню Это проблема Таких людей нету Нету нормальных Столяров Плотников, короче Вообще людей специальности нету Я имею в виду Вот именно ремесленных И это прям грустно И тенденция такова Что их все меньше и меньше А все транслируют Быть бизнесменами Так это вообще хоро Потому что Ну так мы вообще Живем в парадигме того Что гораздо проще Продавать Нежели чем действительно Что-то Ну как и креативить Создавать Я всегда говорил Что-то Продать ремонт Вообще взять ремонт Гораздо проще Чем его сделать И когда мне люди говорят Мы не знаем Как взять ремонт Я думаю Вы вначале научитесь Его делать А потом проблем Не будет у вас Да Есть еще такая история Это непосредственно Связано с тем Что происходит сейчас Которая вообще Объясняет И ретранслирует рынок В общем И то к чему Это все сводится Вот То есть ты сначала Становишься профессионалом И ты либо Остаешься профессионалом Либо работаешь профессионалом До тех пор Пока не станешь пиздоболом Вот И потом ты уже В этой парадигме Соответственно существуешь Ну и Сейчас как бы Рынок заставляет Всех становиться пиздоболом Потому что Иначе никак Иначе никак Иначе никак Вот это именно прям четко То есть ты Когда Ты что-то умеешь делать Ты начинаешь делать Начинаешь это все показывать Если ты не показываешь Вообще мертвая фигня Ну то есть Прям мертвичина А ты когда начинаешь показывать Начинаешь учиться показывать Это другая Это другая компетенция Конечно Уметь делать И уметь показывать Вообще уметь рассказывать И уметь делать Это вообще разная компетенция Вот у меня допустим мастера Вот короче Есть у меня Димка Блять А Дима очень сильно любит плитку Ему, мне кажется, у него все связано в жизни с плиткой. У него, блядь, суп, мне кажется, из плитки даже, нахуй, он себе салат, блядь, нарезает там вместо какой-нибудь там руколы, блядь, там керамогранит там 6-миллиметровый. Вот человек, сука, любит плитку очень сильно. Пилить, строгать, клеить там, не знаю, шлифовать. И ему вообще максимально, вот максимально, то есть настоящего мастера отличает что? Он никогда не переходит черту вот этого вот, когда ему нужно становиться неким медиапродуктом. Потому что ему вообще допи*** на это совершенно. То есть человек, увлеченный максимально своей работой, своим ремеслом и поприщем, он всегда будет находиться в этом. Вот, у него нет времени на то, чтобы снимать какой-то контент. Смотрите нахуй, ребята, я сегодня приклеил керамогранит. Это керамогранит, он полированный, а еще он бывает не полированный, еще он бывает лопатинированный, он бывает ретифицированный, вот эта вся хуйня. И он это все знает, он с этим работает, но говорить ему об этом не надо, потому что он любит это делать. Ну и все. И он будет это делать изо дня в день, блядь, до тех пор, пока артроз нахуй не случится, блядь, пиздец. Умрет нищий? Ну то есть печально, вот печаль в чем? У каждого, понимаешь, это не прокасты, это как бы умереть нищим и умереть счастливым, это разные вещи. То есть у каждого, не для каждого счастья определяется там достатком или каким-то даже максимальным или абсолютно возведенным в уровень достатком. Потому что для некоторых людей, вот у меня, опять-таки, у меня есть мой друг, вот Леша, вот он профессиональный столик краснодеревщик. Вот, и ему вообще похуй на деньги, ему вообще до пизды. Ему нравится то, что он делает. Вот, он называет справедливую цену, то есть рыночную, точнее, не, блядь, не рыночную, я имею в виду цену сырья, плюс то, что он берет за работу свою, короче. Вот, оценивая непосредственно время затраты и, ну, там, какую-то там, не знаю, логистику, там, привезти-увезти, пиздец, все. И человек делает это, ему, он не ставит цель, короче, там, продавать на хулиарды, короче, ему нравится, чем он занимается, ему достаточно этого, потому что... Ну, это отрезок жизни, то есть вот отрезок жизни какой-то, потом ты же до, ты либо идешь вверх, ну, как бы понимаешь, да, либо вниз, ну, как бы, вот такая история. Я не верю, что есть только две веки развития, в общем, или дегресс, потому что, ну, есть люди, которые способны, как бы, замирать в одном состоянии, то есть у них, они определяют свою жизнедеятельность таким образом, чтобы она была им комфортной, и все. Шкала развития, шкала вообще времени, она все равно идет, ну, она неровная, она неровная, если ты вот в одном развитии, но время, и все вокруг тебя идет вверх, понимаешь, если ты не идешь вместе с ним, 100% ты снижаешься, ну, 100%, понимаешь, пять лет назад то, что происходило вот в мебельной индустрии, там, я про ремонт не говорю, я говорю, что около меня, или там в любой другой индустрии, она была гораздо ниже, и те люди, которые занимались мебелью, которые занимались, то есть, ну, я вырос в цехах разных, то есть, и мне вот даже здесь, ты видел, нет, сейчас ЧПУ будет все такое, вот мы сняли, они давали место такое, потому что мне близко эта вся тематика. Ну. И получается, что те люди, которые пять лет назад, как они делали, если сейчас они делают точно так же, в том же, их рынок ест, они по-любому падают, понимаешь, вот в чем. Нет, это я понимаю. То есть, если нет развития, и у мастера то же самое, неважно. Я понимаю, конечно. То есть, если пять лет назад еще было там, ну, грубо говоря, нормой, там, я не знаю, просто зашпаклевывать, сейчас там уже придумали всякие там. Пшикать, блядь, надо на стену. Пшикать, да. Да, понимаешь. Нет, я тебе не говорю про некую технологизацию процессов, в общем, и… Она влечет за собой, понимаешь, вот смотри. Идти в ногу со временем надо. Не, я понимаю. Когда ты мастер-моляр, которому достаточно там нескольких шпателей, все такое, и ты вот, ты делаешь искусство, да, и как только весь рынок требует того, что тебе должен быть аппарат за полмиллиона и так далее, и так далее, ты во время того, когда начинаешь все это приобретать, ты растешь. И в один момент ты понимаешь, что, типа, может, хватит. Ну, вот у меня так было, например. То есть, я вот делал, 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 я, короче, кучу всяких проектов сделал инструментом, все оброс. И в один прекрасный момент, я думаю, ну, все, надо строить компанию. Ну, вот она органически пришла, само собой. Нет, здесь нельзя путать, здесь просто две есть определенные крайности. В общем, нельзя путать то, из чего можно вырастить компанию и конкретную принадлежность к ремеслу в качестве ремесленника. Вот, ремесленник, он на то и есть ремесленник, что он делает конкретно штучный продукт для конкретного отдельно взятого человека. И он может созидать это и креативить, и креатить это всю свою жизнь. Но мы можем представить ту ситуацию, когда из ремесленника начинает рождаться управленец? Когда из ремесленника начинает рождаться управленец, то... Нет, дело не в пиздеце. Дело в том, что когда он из него начинает рождаться, то этот ремесленник, он должен оставить какое-то некое воспитанное либо потомство, либо преемника. Вот, а у нас же получается именно так Что все такие, ёп твою мать Я, короче, умею охуенно Крутить, блядь, шуруповёртом Гипсокартон, его могу я резать Ровно, фрезеровать Ещё я здесь могу сделать пиздатый шкаф Там я могу, короче, как-то там, не знаю Очень красиво сделать Но ты ещё лучшие представители, ты сейчас говоришь про лучших представителей Да хуй с ним, с лучшим представителем Просто дело в том, что когда ты развиваешься И ты понимаешь, что вот у тебя пройдена вот эта вот Реперная точка, и мне надо идти дальше Вот, ты должен для себя понять, что твое место должен кто-то занять Вот, кто-то занять, чтобы просто Логично, вот смотри, как был фактор преемственности Вот как у меня сейчас происходит, да? То есть со мной приехал там паренёк, ну скажем так, из Ростова, да? И сейчас он у меня, ну, заведует направлением гипсокартон, да? То есть он вырос в мастера очень крутого То есть, возможно, даже лучше, чем я когда-то Вот, и вот они сейчас идут, идут, и у меня получается Рувим 2.0 получается? Ну, не Рувим 2.0, ну, не суть То есть смысл в том, что продукт, который мы, который я делал как мастер, да? Он стал лучше, но я только перестал его делать Я знаю, короче, ты себя отфрезеровал второго Рувима, да? Ну не я, но он сам себя делает, ты же понимаешь? Люди сами себя делают, но никто это не делает Кстати, хочу сказать тебе, знаешь, что? Что, когда мы... Ну, я не помню, в какой момент ты попал в моё инфополе Вот, но я тебе, знаешь, вначале классифицировал как долбоёба Это нормально, если я, блядь, им вообще каждое утро так классифицирую Да, 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 но потом, ну, короче, спустя несколько... Ну, что-то меня зацепило, я не помню, что, короче Кто-то, по-моему, там отмечалось что-то ещё И я подумал, я уважал того чувака, который тебя, короче, отмечал Я думаю, ну, короче, а я, знаешь, как, вот у меня в жизни так Если мой друг с кем-то общается, я задумаюсь, ну, типа, почему он это делает Нет, ну, трушная тема, она же всегда на респектах Да, 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 то есть, и получается, дальше произошла следующая штука Что я, короче, ты, на самом деле, ты же понимаешь, что ты... Не то чтобы... Ну, мы все уникальны Но вот в индустрии люди, которые говорят то, что думают Есть, знаешь, бесхребетные, то есть, которые как рыба Которые вырвали позвоночник, потом вставили, и они такие друзья всем Ты просто один групп, что ли? Ну, да, точно Конечно же знаем, мы их все знаем И, короче, ну, это одна история То есть, и она, ну, она имеет место быть, и всё окей Вот, а есть ребята, у которых вот есть стержень, да И вот тебя классифицирую как одного из таких И вот респект... И мы же не особо много общаемся Ну да, поскольку, поскольку, блядь Но тем не менее, у нас образовалось такое определенное какое-то вот общение Потому что, ну, я не знаю, то есть Дизайнер, который при этом строитель И при этом при всём ещё шарит в том, что он говорит А даже при всех твоих Я не знаю, как это объяснить, короче, в выходках, короче, вот Нормальные у тебя выходки Да, нормальные у тебя выходки Виталий Питиев вообще, блядь, ссал из моей машины На Кутузском проспекте, блядь Я помню, я смотрел эти истории, сржал, думаю, пиздец О, ебан, а вот это питерский, питерский интеллигент, нахуй Да, не в Питере такие, я, короче, был недавно в Питере, я всё понял Знаете, питерские интеллигенты, блядь, сука Они, 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 они все такие, знаешь, все такие лермонтовские люди, блядь А потом, короче, нет-нет, да и из нагрудного кармана, блядь, кислоты закинут В общем, давай, ссать, блядь Из окна машин на Кутузе Наши, сука, белокаменной, блядь Да, я думаю, что всё нормально Мы, как бы, мы либо сделаем подводку Или даже не будем её делать, мы отлично начали Да и подводку, и под коньяк можно сделать У нас, да, у нас просто общение А? Кого, блядь? Андрей! Андрей, сделай красненькую, блядь А почему там, кстати, две точки? Полосочки А здесь нету Не залетело, просто Чё не залетело? Это ужас, просто Радуйся, когда не залетело, блядь, с Андреей Ты видишь эту студию? Вот эта студия, это творчество, короче, Андрея и моего помощника Нормально? Которые в ремонте не понимают, понимаешь? А он саморезы подавал, блядь Мне надо носить Хорошо, смор Здесь саморезы, блядь Ты куда просто, блядь, я тут ворачивал Ты бы видел версию первую, ты вообще с ума бы сошёл Я тебе сейчас покажу, сейчас, подожди, сейчас Это просто надо, это надо видеть, я тебе сейчас покажу Блядь Вот бюджет, короче, вот, ты нашёл? Да Клёво? Да Огонь, да? Я смеялся до потери сознания, я говорю, не, всё, я понял, ладно Мы, короче, ищем локацию Не, ну нормально, чувак, подошли, так сказать Да? Минимал? Да-да-да, ты красиво Блядь, я когда смотрел реп, вы же реп записывали Там Блядь, тоже надо, да-да-да-да Надо тоже было, короче, надо собрать всех и записать реп Ну только надо подумать для этого, понимаешь? Ты же понимаешь, что за каждым выступком, за каждым того, что ты видишь, стоит большой бэкграунд То есть мы же видим только что, мы видим Славу Ушакова, который матерится за рулём Но мы же не знаем его бэкграунд, понимаешь? Сколько там экспертов Ну поговорим, сейчас мы поговорим Но с рэпом, я к культуре как бы, я уважительно отношусь, я не особо люблю Но, блядь, ну прикольно было Я так вот думаю, нихера себе строительные братья собралась, там, карандаш за ухом ебаться свинепухом Там вот это вот всё, вообще пиздец Это так странно, блядь, мы не тёти, блядь Мы не работаем на тёти, мы не тёти Ну короче, хуенно, надо сделать ещё Мне понравилось Вот, можешь всё металл корочку добавить туда Я, короче, сейчас пишу несколько кэкстов, уже у меня написано есть Я даже заказал бит, и будет продолжение Не, так оби ты же можно, можно это, можно купить готовых там хулион А ты заказываешь, ну смотри, какая история Проблема в чём, что вот это был конкретно бит, это был гуф и слим Мы просто взяли ихний бит И как бы, ну это немножко неправильно Мы взяли ихний бит, а текст был наш Вот, и я понял, что когда мы стали эту песню Мы сейчас не можем её в iTunes закинуть Я просто думаю, что они тоже у кого-то его взяли Да плевать Ну так я тебе прочую говорю Но официально зарегистрировали они его То есть получается, я не могу эту песню сейчас поставить в iTunes или ещё куда-то То есть она вот есть, мне посмотрят Авторские права, короче, есть на ней А можно же эти купить, ну крафтовые готовые биты Которые без авторского права Они же продаются Да, но они должны быть всё равно написаны под скорость чтения Ну там целая наука, понимаешь, что это не так-то просто Когда ты вообще слушаешь то, что с тебя качает Над этим люди работали Вообще всё вот так, в жизни не бывает ничего Это понятно всё Вот, поэтому, ну как бы мы работаем над этим тоже Ну там пару строк там надо, ну в тележе, короче Надо написать Я тебе хочу тебя сейчас зачитать Ну давай Сейчас, сейчас, сейчас Ты сейчас текст зачитаешь? Ну чуть-чуть Ты дай мне текст, и я тебе его зачитаю О, да, вот это будет вообще охуенчик Да, да, сейчас Давай Это вот я буквально тут чуть-чуть Мне нужно 15 секунд подготовки Вот это будет фристайл, пацаны, сейчас будет Сейчас, сейчас, сейчас Сейчас, сейчас, разъебём нахуй Я сейчас найду, я писал, я недавно Вот это сейчас будет Вот это эксклюзив, короче, просто мне даже интересно Так, значит, сейчас я сначала просто прочитаю Да, конечно, прочитаю, молча, да Лучше не вмолчат уже Мне говорят Это берет? Ну, там возможно Или бред Бред, это бред, да Только я сейчас как берет, и всё Потом ВДВшники писать начнут Да Подожди, сейчас Я же максимальный двоечник, я даже в своих заметках пишу с ошибками Нет, бля, все пишут с ошибками Нет, есть такие умники, которые, знаешь, как-то Пишут в инстаграме Ты только-только сделал какую-нибудь ошибку, всё Те сразу начинают натыкать Две-н-ру-вим Там, про суффиксы, хуюфиксы, корни, да Кончан, так, значит А тут какой? Как это уже? Флоу? Это флоу, это примерно, ну вот, чтобы ты понимал 120 БПМ, примерно 120 это? Да, 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 да Ага, ага Мы можем даже, знаешь, что сделать? Подожди, ну давай найдем, короче Найди, короче 120, да, да, да Чё-нибудь Сейчас будет вообще жара Мне тут по доставке звонят Сейчас, погоди, я сейчас Ты пока что-нибудь там поговори Сейчас я доставщику отправлю номер прораба, блядь Потому что он там привез что-то Очень сильно важное А я забыл, что Это правильно, это нужно Мы же Мы, кстати, днем встретились В нашей импровизированной студии Которая находится в мебельном цеху Вот как-то так Сняли мы и для того, чтобы делать Утро понедельника Ну и так получилось, что делаем Теперь здесь подкасты Вы можете писать нам в комментариях Что-нибудь И самое главное Кого приглашать И спамьте того Кого вы хотите увидеть у нас На подкасте Подписывайтесь на магазин и пятерочка В идеале, в идеале Ну, мы хотим видеть людей Которые тру То есть нас не интересует Большая аудитория и так далее Нас не интересует Алексей Земсков Вот так вот, блядь Ну, это факт Так, значит, нам надо Все, я там написал Надеюсь, что разберутся 120 пм, да? Нас интересуют люди, дело Нас интересуют люди, которые Одними вибрациями с нами живут С ними интересно говорить Когда встречаются люди С кем не о чем поговорить Ну, такое себе Хоть у них и огромная аудитория Я это встречал Я это встречал Этот это? Ну, примерно, да Ты 120 сказал Ну, примерно, да Это примерно по 120 Он такой, он очень роковый Это какой-то рок Это веришь, что это бит Надо бит именно Бит, да, бит Бит, ёб твою мать Бит, конечно Бит, бит А ты шуманул себе Как обычно свою тему Ну, я же не Я же Сейчас, слава Короче, вот так рождается звезда рэпа Сейчас Строительный Ой, ебать Че там надо? Че не надо? А, а Когда там начинает? Мне говорят, Рувим Сделай рэп Рэп, че за бред? Хотя, почем и нет? А я в теме с 9 лет Че писать вопросов нет? Настройку перешел Подметал Убирал Шпателем ведро ковырял Потом стены Шпатлевал Блядь, тут так много Аж шпатлевал Потом это все сдирал И опять шпатлевал Пока кто-то бухал Мне еле-еле хватало На пельмени Но тем не менее Я оставался в теме Шло время Я улучшал умения Ёпта Бодибэк Нахуй все Держи Вот это было сильно Вот это был рэп Слушай, это первый раз в жизни Я же не знаю, как правильно Мне кажется, надо потренить Да, конечно, естественно Я знаю, там, как Мы, знаешь, как записали Мы с Серым Примерно год Это разговаривали об этом Ну, то есть Давай-давай Друг другу тексты переслали Всякие, короче, штуки Основную часть Она была написана год назад Мне Серый прислал демку Сами дяди Плиточник Да-да-да-да Вот И я такой говорю Ну, это по-любому Сто процентов делаем То есть мы там кое-что Пери это самое И мы год, короче, мы переписываем Потом в один момент Поехали в студию Поехали Я ни разу ничего не читал Вообще Ни разу в жизни в студии даже не был Мы просто приезжаем И я говорю Я вообще не шарю Я первый раз в жизни Я в студии И мы за два часа записываем этот трек Прикинь Не, мне кажется То, что вот это Когда есть такой Водушевленный подъем Короче, вот эта вот энергия То вообще абсолютно Нахуй не надо ни к чему готовиться Оно всегда получается круто Да, у меня нет ни одного К тебе вопроса И так далее Я просто знал, что у нас получится Просто интересный, искренний разговор Именно поэтому с тобой не разговаривал До того, как мы сели А как можно А как, слушай, вот Люди, которые, допустим Делают подкасты Я вообще считаю, что Нет лучше импровизации Чем правильная подготовка Да мне кажется, хуйняет все Ну, да Отчасти Я считаю, то, что готовится Это всегда дерьмо Потому что Нет, либо у тебя Очень должен быть линейный Строго выдержанный разговор Касательно определенной темы Но это тогда уже превращается В ебаную лекцию А не в подкаст Вот, потому что Ну, это Это очень Узконаправленно То есть люди, которые Потребляют контент Они приходят, чтобы что? Чтобы они Чтобы услышать тему Которую раскроют Ввиду этого разговора Или чтобы послышать Просто бездовольства Духа людей, которые им нравятся Это же разная вещь В нашем случае второй вариант, да Я хочу говорить на определенные темы Но мы сейчас же экспериментируем С форматом Поэтому, ну, пока что Вот так Мне кажется, просто Формат подкаста При любых ваших раскладах Всегда надо скатывать К обычным пиздам Ты же кто-то такой Харман знаешь? Хоскат Харман? Нет Кто это? Ну, короче, чувак Один там бизнесмен Инфо-цыган Называй как хочешь Короче, но он очень много Сделал действительно Интересных продуктов Он сейчас сделал подкаст 50 часов подряд 50 часов подряд Он говорил со всеми Он говорил там С 40 людьми что-то 50 часов Он так вот сидел за столом И тема была счастье Что такое счастье? Я посмотрел 9 часов Интересно, на 49-м часу Там да, там жесть Счастье нормально с ним? Нормально То есть, понимаешь У него спикер разный Приходит Кто-то ему на гитаре играл Кто-то на чем Очень много известных людей Пришло к нему Вот он только-только выпустил Это буквально Он мировой рекорд побил Все такое 50 часов 50 часов он сидел Да, вот так вот 50 часов сидел У него менялись просто люди Каждый час И кто ему что-то делал Короче, в общем Были все Начиная там от рыбакова Не, ну что делать? Это 50 минут То есть, 50 минут Что-то 50 часов 50 часов осмысленного разговора Да, осмысленного разговора Это двое суток Осмысленного разговора Про счастье Про счастье Про любовь, про отношения Про детей, про секс Про все Про счастье Осмысленно разговаривать Двое суток подряд Можно только под кислотой Кокаином В твоей картине мира В твоей картине мира Короче Мы с тобой остановились на Хартмане Хуй с ним Про счастье 50 часов чувак говорил Наверное, очень счастлив по этому поводу стал. Давай, что дальше, короче? Нам надо идти куда дальше. Он поставил рекорд. Мы можем поговорить про... Ну, про что? Естественно, мы будем говорить... Мы не будем говорить про детство и всё такое. Ну, рано. Ты думаешь, рано? Рано, да. Терпи, пей колу, она такая. Мы можем поговорить про индустрию. Она без никотина, блядь. Да, да. Мы можем поговорить про всякие разные там события, которые у нас идут. Или там, кстати, у нас будет тусовочка скорее всего перед Новым годом, я надеюсь. То есть мы сейчас, возможно, приобретаем заведение. Что значит приобретаем заведение? Ну, моя команда, мы решили открыть заведение. Такая, чтобы тусить самим, понимаешь, там кальяны, пиво и всё такое. Ну, естественно, да. Почему нет? Так, хорошая история какая. То есть я строю такую компанию, в которой, во-первых, каждый может что угодно сам делать, а во-вторых, мы хотим не только заниматься ну, только стройкой, да, грубо говоря. У нас очень много компетенций внутри нашей вот команды, которая сейчас у меня есть. У меня есть там ребята, которые ну, в разных сферах компетентны. Ну, мультипродукты такие, короче, но... Да, и почему нет? То есть как бы я максимально, ну, я считаю, что ну, я опять же, вот моё сейчас такое, мы хотим сделать, ну, многое даже говорить не хочу на микрофон, но очень много. И вот сейчас мы хотим сделать, не хотим, а мы вот сейчас уже на моменте практически подписания. А почему, кстати, вы дальше не педалируете? Слушай, я вообще, я вообще считаю то, что... Ну, мы сейчас делаем базу, может, знаешь, базу Рубим Груб, я показывал. Ты показывал, да. Мы взяли ангар, да? Вот здесь, да, там будет, там будет мека. То есть там будет очень интересно. То есть смотри, какая история. Что я хочу? Это будет большая база с большим ангаром, мы потом построим ещё один рядом, но пока один. Там будет склад наш, то есть, ну, грубо говоря, для наших клиентов материалов, всякая такая, дорогие всякие кухни, диваны, куда-то везти надо сразу, треки и прочее, прочее. Нужно покупать здесь и сейчас. Вот, потом там будет у нас мелкощитовое производство, всякая разная, такую чипушку я поставлю, потому что я просто хочу. Вот. Там будет, и там будет охеревший шоу-рум, то есть сумасшедший санузел, там будет просто охеренная кухня, системы хранения, ящики, всевозможные, короче, вентиляции, подсветки и всё и прочее. То есть, это будет сумасшедший шоу-рум с огромным столом, переговоркой с лэбом, то есть, пол будет полностью бетонный, зашлифованный, второй свет, то есть, будет очень дорогой ангар, то есть, такой сумасшедший, дорогой, мы там котельную строим, всё такое. Ну, хри-ангар, блядь. Да, и там, то есть, там будут, естественно, пати, тусовки, всякие презентации, наше обучение компании внутренней, да, внутренняя академия, которая, ну, по-любому должна быть, вот. И, естественно, мы туда будем приглашать сторонних дизайнеров, кого угодно, даже если ты хочешь поговорить с клиентом и сказать, как у тебя будет, ты можешь приехать к нам и поговорить. То есть, абсолютно открытое место для общения людей, то есть, не просто наш офис, да, грубо говоря, наш шоу-рум, а просто такое место. Вот, это вот одна из историй, да, мы собираемся сейчас, там, не знаю, заведение, что я говорю, сделать, вплоть до, ну, мебельное производство, да, мы, я вырос в мебельном цеху, как бы, и мне очень близко. Это очень странно, то, что ты, если ты вырос в мебельном цеху и очень хорошо знаешь, что индустрия и рынок этот, нахуй ты его открываешь. Сейчас объясни, не, 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 не о том, вот смотри, чем я занимался. Нет, не ЛДСП, не ЛДСП, только дерево. Какая разница? Ну, большая разница, большая. То есть, мы, вот я тебе так хочу сказать. То есть, ты хочешь именно массив, то есть, именно поработать с массивом. Я хочу именно, да, то есть, всевозможные столы, то, что там ты делаешь отчасти, какие-то рейки там еще, то есть, делать барные стойки, из бетона выливать лампы, столы, короче. То есть, ну, такая, вот как ты говоришь, ремесленничество, да, того, чего не хватает. Это во мне сильно сидит, потому что всю жизнь работаю руками, самого там, не знаю, там, 14 лет. Ну, да, я тоже нет, нет, да и люблю заехать в столерку, что-нибудь там пилинуть, блядь, разок. Да, и то есть, как бы, поэтому вот я хочу что-то такое суперэксклюзивное делать. Не потоковый продукт, не потоковый продукт, а именно пространство, в котором я сегодня хочу, делаю какую-то там лампу, да, хочу, завтра делаю 5 барных стоек на заказ, хочу, делаю диван. Ну, короче, ты это делаешь для себя, по сути. Ну, да, для внутреннего нашего, скажем так, да, для себя, для всех клиентов, которые вот у нас будут, да, потому что очень много, я просто почему это знаю, я сделал очень много ресторанов в Ростове, и там всегда есть эксклюзивные банкетки разные, мы делали всякие беседки из дерева, всего-всего, я понимаю, что здесь то же самое, ну, то есть, как бы, сейчас немножко из-за этой пандемии чуть-чуть угасло, но, тем не менее, я уверен, что если заниматься такой, если ты найдешь правильного человека в управлении туда, да, скажем так, потому что я, ну, я уже сейчас не смогу физически. Нет, просто при производству надо же, здесь аспект того, что его надо вкачивать заказами постоянно. Его нужно вкачивать, его, если у тебя есть партнер за процент, то да, ну, естественно, как бы, и, ну, такая тема, бизнесом не назвать, просто нравится. Мне кайф прийти в цех, где у тебя там везде фестул, фейн, пылеудаление, все красиво, четенько, и там иногда что-то происходит, и оно себя отбивает, и кто-то там зарабатывает, а тебе это плюс-минус, ну, нормально, как бы, что оно есть. Ну, вот у меня сейчас, блядь, такое производство, я, ну, оно... В тягость? Я тебе объясню. Вот кайф, чтобы не в тягость было. Знаешь, вот у меня... Оно вообще полностью на самообеспечение, на нем работают мои друзья, вот, и выполняют какие-то там потоковые задачи, которые приходят, там, ну, вкачали небольшой инстаграм, вам холст, в общем, туда идут лиды, заказы, короче, и там люди, там, блядь, рейки какие-то, мольберты заказывают, все окей. Вот. Речь не про прибыль, люди зарабатывают, я имею, там, мои пацаны, и аренду платят в том числе, да. Ну, и для меня это, естественно, какой-то такой оттол, короче, счастье, куда я могу прийти, и как ты выражаешься, в общем, что-то там покрафтить, в общем, да, это прикольно. Вот, но у этого всего же тоже должен быть какой-то потенциал. А зачем? Ты мне только что говорил минут 15 назад, что... Это когда ты говоришь для себя, вот, ну, а тебя же там внутри вот этой истории, в общем, есть люди, вот, которые хотят, допустим, больше. Вот, поэтому я говорю, ты делай все, что... И все, что я делаю, стараюсь делать в партнерстве. Ну, то есть, как бы, если партнер вырос и ушел, или не выдержал и ушел, то есть, ну, как бы, что так, что так бывает. Ну, окей, как бы, ничего страшного. То есть, либо он меня перерастает, да, и там, говорит, все, рувим, пошел ты нахуй со своим, это, маленьким цехом, я пошел делать большое производство сам, окей. Либо он говорит, слушай, бро, давай, короче, вот так замутим. Давай, давай сделаем вот это больше, вот это так. Тоже окей. То есть, вот я так живу, то есть, я хочу, чтобы вокруг, ну, вот, как бы это пафосно не звучало, вот, там, рувим групп, да, выросло очень много интересных разных людей, с кем мне, в первую очередь, удовольствует. То есть, мы, когда собираемся на наших собраниях, у меня в субботу в 12 часов собрание компании, да, грубо говоря, вот все мои руководители проектов, мы все собираемся и общаемся. И знаешь, иногда бывает, мы просто говорим ни о чем, даже не по делу. Главное, не останавливаюсь, я тебя слушаю, просто ты пизди. И получается так, что мы, ну, грубо говоря, мы просто кайфуем от того, что мы вместе, и это прикольно, то есть, это очень дорогого стоит, и тут, но, опять же, обязательно финансовая сторона должна быть вопроса, то есть, это не может быть, нам же не по 15 лет, когда мы собираемся просто во дворе с друзьями покайфовать. Мы должны, как бы, зарабатывать, но при этом, при всем это должно быть душевно, и это должно быть очень... Ты можешь сказать хуй? Хуй. Вот, спасибо. Да. Все. И просто... Это должно быть охуенно, понимаешь? Это должно быть охуенно, понимаешь? Вот. Все то, что ты делаешь, оно должно быть охуенным, как по мне, в общем. То есть, ну, любой процесс должен удовольствия, конечно, в итоге приводить. Если он не приводит к этому, ну, катарсису, как бы, если он не наступает, то нахуй этим заниматься не надо просто. Вот, это нормально. Это естественный процесс. То, что вы делаете такую мультибрендовую историю, это прикольно. Мы даже, понимаешь, мы даже про многое сейчас молчим, ну, потому что смысла нет, наверное, говорить. Я его очень не люблю, когда ты все расскажешь, потом не получается, да? Вот мы про, скажем, наше производство, ну, про наш ангар, да, базу, рубим групп, мы молчали. А на какой, кстати, стадии там это все? На стадии ремонта, то есть на стадии того, что там сейчас просто заброшенный ангар с большой территорией, который нужно. Мы сейчас котельную, короче, договаримся, делаем котельную. Скорее всего, все-таки газ мы будем вкапывать, не пилетную котельную, газ. А где территориально находится? Здесь, на Хабино. Ну, все... Локально? На Хабино, да. Мы даже, ну, то есть, это будет однозначно известное место, смысла его скрывать никакого нет. И вообще, я стараюсь жить так, чтобы ты, ну, мог прийти на любое событие. Не, надо, короче, надо слоган, чтобы разработать, типа, знаешь, из серии все дороги ведут руингру, блядь. Типа того, в общем. Короче, смотри, какая фигня. То есть, вот есть люди, которые не ходят на выступления, не выступают публично, мы сейчас об этом тоже поговорим, мне интересно твое мнение, вот, потому что их прилепят. Ну, понимаешь, за их язык. Вот. И поэтому надо стараться жить так, ну, я стараюсь жить так, чтобы я мог куда угодно прийти и сказать, или нет, мне не надо было скрывать, где я работаю. Ну, то есть, кому надо, вон, приезжайте. То есть, ну, как бы, вот здесь. Если у кого-то есть вопрос. Нет, полная прозрачность, открытость и доступность, это хорошо. Просто мне кажется, что она хороша до определенного, до определенных рубежей. Нет, фрики есть. Понимаешь, есть ребята, которые, когда, то есть, они не фрики, просто в ихней картине мира так. То есть, пацаны, приезжая в Москву, считают, что им нужно садить на Красную площадь и на объект в кровь ему. Без приколов. То есть, многие люди мне вот на полном серьезе пишут. Рубин, я в Москве, кайф увидеться, подъехать. Куда мне подъехать, я тебе там привез что-то. Ну, и как бы человек понимает, что я сплю по 4 часа в сутки, как бы. Ну, и мне реально не до этого. Я поначалу еще многих приглашал, то все. А потом я понял, что, типа, если я каждому скажу да, ну, у меня не хватит просто ничего просто. Я просто лояльно пытаюсь объяснить, ну, многие понимают, но есть такие, которые... Можно, кстати, блядь, самое первое, что заканчивается, это туалетная бумага, блядь. Они просто, ну, они же срут все время. Они же остаются и потом как начинают срать везде. Вот, а пусть тогда... Нет, так хотя бы предупреждаю, что, блядь, ребят, ну, я все понимаю, очень сильно рад вас увидеть, но приезжайте, как бы, с планом и туалетной бумагой. Своей, да. Это все будет нормально, блядь. А что по поводу публичных выступлений? Публичные выступления, то, что сейчас есть, ну, то, что сейчас существует в рамках 101-х относительных академий. Хорошо, что ты думаешь про академию, если можно сюда затронули? Ну, давай так. Конечно, я уверен, что они тебя звали 300 тысяч раз. Меня звали, да. Ну, что я думаю? Сейчас тебе сформулирую, блядь, что я думаю по поводу... Ну, мы же о них говорим, понимаешь? То есть, инфоболок есть. Не, мне... Мы об этом говорим, это уже, значит, какое... Это уже важно. Это важно, и я считаю, что... Не, они реально объективно молодцы. Вот я просто для себя это не сформулировал, и мне кажется, что вообще, в принципе, морального права не особо имею, там, говорить на тему того, что я думаю относительно академии, потому что я на ней хотя бы не был. Ну, то есть, как минимум. То есть мне, чтобы сделать какой-то такой вот однополярный вывод, мне нужно хотя бы там оказаться. Почему мне это не нужно, я для себя тоже прекрасно понял и решил, потому что люди учат, как бы... Ну, учат продавать, по сути, ремонт, учат продавать бизнес. Точнее, учат продавать личный бренд, делать этот личный бренд. Они не учат тому, что полезно было бы мне, да. То есть, какие-то профессиональные, узкопрофильные навыки, которые меня могли бы интересовать, там, в рамках реализации проектов, вот, там, типа, каких-нибудь, там, блядь, вентиляции, умных домов, короче. Вот, я это могу получить не в 101 групп. Там этого не будет, подожди секундочку. Там, я прекрасно понимаю, просто то, о чем они говорят, это нужно людям, которые не понимают, как это делать. Вот, у меня такого нет. Так, и я, вот, мне Вадим пишет, я там, я даже видео записывал отзыв, и я объяснял, что приложение 101, это не для строителей, это для управленцев. То есть, давайте не будем мух с котлетами. Это не строительное приложение. Это приложение для того, для управленцев. Для управления, конечно, строителю. Это мы возвращаемся к теме мастеров. Мастеру он работает, ему некогда, блядь, вбивать объем, который он сделал сегодня сзади. Это вообще не его задача. Он это сделает, ему это нужно только в рамках компании. То есть, если он уже принял о том, что, окей, мы работаем со 101, мы работаем, там, не знаю, с Марком, с Рувимом или еще с кем-то, да, потому что я убежден, еще пять лет, вот, и мы растем, и станет, знаешь, вот этих одиночек инстаграмных гуру, несколько штук останется, ну, которые просто реально рассказывают всем, что зарабатывает 300 тысяч на самом деле, еле-еле на хлеб зарабатывать с маслом. То есть, я таких огромное количество вижу, как-то называешься, пиздобула, ебаная. Да, да, который рассказывает, то есть, как бы какие-то там байки. Сам, бля, короче, сейчас миллион, миллион, нахуй, в общем, сейчас отправим там миллион, там перекачаем еще пару миллионов, в общем, здесь перекроем еще 10 миллионов, в общем, даже не в этом, даже не в миллионах, даже не в миллионах, просто... там сукавидло, чтобы поесть, да. Типа того, да, да, то есть, вот таких, и они останутся, но большая часть все равно рынок Москвы, Питера, ну, то есть, таких. Понятное дело, что в периферии там, как было, так и будет, там, в смысле, еще лет 20 ничего не изменится, вот, я просто убежден. А в Москве и Питере, возможно, там, не знаю, где-то в Нижнем Новгороде, еще где-то, в Казани будут компании. Да, я понимаю, что мультиструктура нужна. Сто процентов, то есть, как бы, ты, ну, вот, когда я начинал, я и слышать не слышал ни про какие компании, про какие компании, максимум кого видел, это Земского. Лучший пример. Компания Земского. Да, вот. Алеша Земского. Да, и, как бы, ну, и ты не понимаешь, а сейчас, сейчас ты уже понимаешь. То есть, ну, возможно, мы выросли, да, грубо говоря, и где-то там на уровне, там, 22-летних ребят, как бы, для них, возможно, они этого всего не видят, хотя я сомневаюсь, сейчас очень легко зайти в интернет и все увидеть. То есть, если ты чем-то... Те, кто хотят, они видят. Если ты что-то, чем-то интересуешься, ты можешь быстро стать экспертом, вообще понять, где ты хотя бы. Не важно, что, ты собираешься кальянную делать, я для себя там открыл сейчас целый мир Ютуба, который посвящен кальянам, прикинь. Я просто, ну, как бы, оно как бы от моей жизни далеко было, а тут мне стало интересно. Нет, ну, эксперты, нет, здесь нельзя путать, как бы, экспертность, и экспертность, она всегда упирается в личный опыт, что, в общем, прожитый, отработанный и с потерями, и со всей хернёй. В общем, то есть, получить банальные знания... В 2007 году не было ни одного мастер-класса по созданию, там, картона или чего-то. Я хочу стоить на улице Чей. Мой. Убрать надо, машину заехать не можешь, фура. Фура не можешь, сейчас... Я поставлю попереду на противнору. Рубин сказал, что можно. Сейчас отгоним. Давай паузу пока. Ну, о чём, на чём мы остановились? О том, что публичные выступления говорят о том, что, ну, не обязательно, но я так считаю, что всё-таки бэграунд должен быть. Ну, то есть, если ты только где-то что-то рассказываешь в Ютубе, и по факту ты просто банишь всех, кто говорит тебе правду, вот, тебе очень сложно показаться на людях. Понимаешь? Согласен, надо быть искренним в этом плане. И готовым отвечать за базар в любое время, естественно. Да, то есть, и поэтому, как бы, я считаю, что всё-таки люди, которые начинают выступать, сейчас просто такое время, да, что вот, ну, вот, меня, допустим, дофига куда зовут, особенно после того, когда мы сделали эти мероприятия про, как ты говоришь, про продукт. Мы сделали про продукт именно. То есть, марафон был про продукт. Мы два дня учили людей фрезеровать, проектировать и так далее. Охуенный был марафон. Я, блядь, чуть-чуть только успел. Да, вот. И, как бы, ну, так, это была другая абсолютная история. И получается, блэд, как слово-паразит, да, вот это другая история. Я вот часто, когда, почему-то именно я говорю история, другая история, когда вот у меня публичное выступление, как долбоёв, выхожу на сцену и начинаю. Да, это, слушай, рано или поздно у некоторых людей, особенно медийных людей, слово-паразиты, они превращаются в фичи нормально. К этому, что надо, надо проще относиться. Вот так вот, я про то, что мне, например, нравится выступать. То есть, это такое стало моим хобби. То есть, я стал готовиться к этому всего, и мне понравилось. То есть, и считаю, что это очень такой интересный путь для, не знаю, опять же, ну, для медийного человека. Да, это не всем, кстати, нужно. И вот недавно у меня был как раз случай, когда чувак с большой аудиторией вышел на сцену, а когда ему стали задавать вопросы, он не знал, куда себя деть, как бы, и он не готов. Это отличает, наверное, пиздоболу, короче, от действительно человека-профессии. Это просто есть блогер, да, давай так разберемся. Есть блогер, у кого профессия блогера, кто-то просто рассказывает про себя. И это разная вещь. Я, кстати, очень сильно негодую на тему того, когда, ну, от меня, ну, меня вот так вот, хера, хера, короче, на ход ноги окрестили, там был блогером каким-то. Вот, то есть, я могу кто угодно на самом деле. Понимаешь, как бы, ну, вот у каждого блогера есть вот такая вот вся херня и команда. Нет. Но, опять же, почему? Потому что этого, в принципе, и не нужно. Это просто мы, я так все делаю. Вот если что-то делаю, ну, делай по кайфу. Понимаешь? Ну, чтобы тебя радовало. Да, чтобы радовало. Конечно. Они, ну, уж точно не за бабок. Бабки вторичные, они приходят. То есть, они приходят. Ну, это как следствие, конечно. Да, они всегда приходят. То есть, я всегда поэтому и говорю. У меня, кстати, была ситуация, вот, когда ты озвучил вот эту тему относительно людей, которые не показываются на публику, ну, в дальнейшем, да, то есть, очень много моросят, банят комменты, короче, и банят, собственно, аудиторию и не дают ей обратную связь, вот, потому что ссут, короче, и не могут отвечать за произнесенными слова. У меня было несколько таких ситуаций, и относительно недавно, была одна, ну, где-то, не знаю, месяцев семь назад, я приехал, короче, на Рублево парк, по-моему, да, это было где-то, да, где-то там. Меня туда позвали, чтобы я посмотрел и оценил, короче, работу. Ну, там Кирсан, в общем, делал сантехнику, и там был какой-то подрядчик, вот, заказчик, который, ну, доверил этому подрядчику работу, и там пиздец. Вот, то есть, там прям все вот максимально сделано хуево через жопу, блядь, кроме сантехники. Ну, вот. Я приехал, я посмотрел на это все, ну, и по привычке, что я практически все транслирую в сторис, что происходит, и я заснял эту хуйню, короче. Он сказал, что, блядь, с деть, короче, какие-то осьминоги, обезьяны работали, наделали хуй знает что. Вот. Прошло где-то часа два, мне звонит этот чувак, говорит, слушай, есть разговор, вот. Ты, говорит, ну, как бы, ну, нахуя так говоришь? Вот. Я говорю, а как мне надо говорить? Говорит, ну, типа, люди работали, вся херня. Я говорю, ну, ты приезжай лично, вот. Я говорю, да, встретимся и побазарим. Он говорит, все, окей, подъеду. Он чех, короче. Вот. Я ему скидываю адрес, я говорю, блядь, приезжай ко мне, вообще без говна, надо раз на раз лично, блядь, вообще без вопросов. Я еду домой, понимаю, что, ну, походу, сейчас опять будет, как бы, конфликт, вот. Скорее всего, мне ебало разобьют, потому что я такой, он может, короче. Думаю, ну, ладно, как бы, если сказал, то надо отвечать. Он, значит, приезжает, вот. И мы начинаем с ним диалог. Он, ну, как бы, спрашивает, типа, что ты, блядь, говоришь вот так вот? Вот я говорю, я говорю, как есть, брата. Вот. Я говорю, если ты хочешь, я говорю, ты приехал сюда, чтобы что? Я говорю, если ты хочешь мне ебало разбить, то давай, как бы, бить друг другу ебальники. Если ты хочешь выяснить, почему я это сказал, давай я тебе объясню, почему. И я ему на протяжении 20 минут начал объяснять, то есть, почему я так считаю. А вот он говорит, что, реально, я говорю, ну, вот да. То есть, можно, я говорю, ну, да, вот надо вот так вот. Я тебе говорю, если тебе надо помочь, я говорю, я могу порекомендовать людей, там, в общем-то, потому что обратиться, там, тебе подскажут сделать, как все, да? Я говорю, да. Ну, ты, главное, перед пацанами, пожалуйста, извинись. Вот. Я говорю, тебя понял, спасибо. Я говорю, хорошо, давай номер. Вот. Он мне дает номер чувака, вот, который, получается, ну, посмотрел сторис, он, оказывается, на меня подписан был. Вот. Я ему позвонил лично, я говорю, дружище, я не к тебе вообще имею конкретно претензии, вот, а к, ну, как бы, к навыкам. Вот. Поэтому ты прости, если ты воспринял за свой счет. Я, как бы, лично оскорбить тебя не хотел. Да-да, все, окей. Ну, вот такая вот херня. Вот. Ну, надо быть готовым к тому, что ты выплескиваешь мир, потому что мир тебе всегда может дать ответку по ебалу. Вот. И мир не всегда способен понимать, и у него вообще может не быть способность к пониманию того, что ты ретранслируешь, потому что смыслы, и вот вся вот эта пропаганда, она может быть положительной, она может быть негативной, но так или иначе у нее есть последствия. Если мы говорим о обскуротизме, да, то есть, когда ты, людям начинаешь объяснять вещи, экспертам, в которых ты не являешься, и ты не объясняешь их правильным, должным образом, и просто вводишь людей еще в большее заблуждение, так работают все психологи, кстати, пидорасы, ненавижу уебков. Ну вот. Это прям, это прям донуа. Сейчас тебе напишу. Да вообще похуй. И пусть приедут, как бы я тоже могу чай ветку скинуть. И это как бы такая извращенная форма, и она как бы калечит людей в дальнейшем. То есть калечит в плане понимания профессии и вызывает там ряд определенных последствий. То есть тебе нужно четко понимать для себя то, что ты несешь в мир. Когда вы собираете, допустим, там, с Ваней, да, вы создаете ивент, там, с Трушовым, короче, и вы, ну, как бы реальный, блядь, продукт, который вы на себе уже отпахали, там, не знаю, там, блядь, пятилетками, десятилетками, и вот этот опыт ретранслируете в неком контенте, заворачиваете, это для людей охуеть как полезно. Но это инфоцыганство? Это не инфоцыганство, потому что инфоцыганство — это немного другая история. То есть инфоцыганство, я просто очень широкими мазками всех под эту херню, у меня есть такой грешок, короче, есть мой косяк в этом плане, потому что я всех под эту гребенку нахуй смахиваю, вот, и это, наверное, не особо правильно. Это не относится к инфоцыганству, то есть это реально как бы продукт, который реально стоит своих денег, и любой опыт, который ты даешь людям, полезный опыт, реально прикладной, вот, он, то есть такой hard skills, они, да, он не может не стоить денег, потому что если ты его отдаешь просто так, вот, то люди, нахуй, у них в голове ничего не остается, вот, то есть они должны, ну, они должны платить за это, потому что любой опыт, он имеет цену, и он должен быть, как бы, передан уже непосредственно свою работу за какой-то прайс, это, блядь, ну, это однозначно. Ты же не делаешь ремонт, блядь, бесплатно, в общем, ну, как бы, это странно. Поэтому это цена. А инфоцыганство мне не нравится, когда люди, так скажем, транслируют какую-то в профильной среде, транслируют какую-то экспертность, не имея под собой никакого, как ты говоришь, бэкграунда, вот, то есть когда я не ощущаю за человеком каких-то достижений, вот, когда возникает из ниоткуда какой-то хуй, вот, и говорит, короче, то, что я вот такой молодец, у меня, в общем, миллион-миллионов, блядь, а сейчас я тебе расскажу, как сделать так, чтобы у тебя тоже было миллион-миллионов. В агентованной тачке перед этим сидит. Да, и называй себя там строителем, дизайнером, короче, блядь, змеезаклинателем, нахуй, не знаю, членососателем, кем угодно, вот. И вот эта вот вся хуйня, она просто, вот, она, рынок просто переполнен такими пидорасами, и вот это у меня, ну, вызывает у меня вопросы. То есть когда я не вижу визуального какого-либо подтверждения, достижения человека, вот, если я не знаю его какую-то предысторию, такой некий путь восхождения, у меня сразу к нему вот максимальная антипатия, и возникает очень много вопросов к этому чуваку. И для меня это уже вот непосредственно инфоциганство, конкретное. Вот. Я еще пока не понял, как относиться к 101 групп, блядь, инфоциганство это или нет, потому что это, это такое в корне... Ну, подожди, давай так. Я считаю, что они же делают продукт, то есть они смешали IT со стройкой, и это как бы, ну, что-то новое в индустрии. Как минимум, это уже за это можно сказать спасибо. Согласен. Вот. То, что не все так хорошо, как транслируется, это режет глаз. Земскому можно сказать спасибо? Можно. Конечно. Сто процентов можно. Однозначно можно. Время показало все? Время показало. Ну, так... Время все показало. Время покажет все со всеми. Да, да. То есть, поэтому это новая такая штука, которая, ну, на самом-то деле, ну, я, допустим, позитивно отношусь. Ну, то есть, при всем, при том, что у меня вначале был тоже негатив, но со временем я познакомился с ребятами, я познакомился с всеми, скажем так, внутри, и, конечно, отделил мух от котлет. Как бы, естественно, есть и мухи, и котлеты. Это, вот, мое... Короче, я абсолютист, вот, по своей природе, то есть, я человек... Мы уже третий раз, не сговариваясь, затрагиваем эту тему. Это означает, что она... Меня бесп... Нет, она, ну, естественно, она имеет место быть, она есть... У нее есть позиционирование, и мы о ней говорим, потому что... До тебя здесь Дэн посидел напротив. Дэн нормально, штаны только у него, как у пидораса, вот, с пингвинами. Но суть-то не в этом, в общем. Суть в другом. Относительно моего отношения, у меня была очень хорошая мысль, блядь, ты мне, сука, у меня просто штаны с пингвинами, они у меня, блядь, перед глазами теперь стоят. В общем, наступает момент, если мы вот говорим о каком-то росте, там, в плане компании, я человек абсолютных категорий, то есть, я абсолютист, да, и мне... Я прекрасно понимаю, почему это делают ребята, как они это делают, и для чего. То есть, есть, ну, определенная цель, к которой они идут, а цель, она очень масштабная. Это все понятно, как бы, и это хорошо, и они молодцы. Но такая модель, она вынуждает людей абсолютно стелиться под, блядь, практически под всех. То есть, у них, они не... То есть, у них нету, так скажем, некой категоричности. Ну, то, про что я тебе говорил про рыбу. Вот ты говоришь, да, про мухи и котлеты. У них, блядь, мухи с котлетами, нахуй, они все в одной посуде, и они заебись это жрут, короче. Вот, то есть, у них... Они абсолютно всеядны. Они могут и с этими, и с теми, то есть, они работают всегда на результат. Им похую совершенно, в общем, с кем коммуницировать, как коммуницировать. То есть, у них есть определенный алгоритм действий, у них есть определенная цель, и они просто там могут выжигать, блядь, поля напалмом, нахуй, вместе с домами, блядь, детьми и женщинами, чтобы добиться этой цели. Вот, они работают на результат. Мне такая позиция понятна, я ее принимаю, но она мне не близка, как человеку просто. Вот, потому что это, ну, это противоречит моему внутреннему я, и, следовательно, мне... Вот это меня вызывает определенные антипатии. Ну, когда ты друг всем, ты не друг никому. Ну, да, потому что, ну, у тебя нет непосредственно понимания, что есть дружба. Вот, то есть, невозможно быть другом всем, блядь. Это, ну, это, это утопия. Вот, поэтому люди, люди делают как бы бизнес. Они делают то, что они делают, ну, за это их винить нельзя, но, нахуй, они пусть идут ебутся в жопу, в общем, вот, если что считаю. Вот, друг с другом. Ну, ладно. Все, короче, закрываем тему 101. Я думаю, что за этим столом она часто будет звучать, почему-то. Закрываем тему 101, звони 102, блядь. Да. 112. А, да, точно, 112. Нихуя себе. Вот бы было хорошо, если бы 111 назывались. Но, в целом, для индустрии, для, вот, то, как сейчас видоизменился, даже не побоюсь этого слова, мутировал, как бы, вот этот вот рынок, то, что сейчас выходит на арену очень много ребят, которые реально из себя что-то представляют, и они способны говорить, и это все ретранслировать в мир, это очень хорошо, потому что путем технологизации, путем вот этих вот медийных инструментов, сейчас проходит, ну, происходит, точнее, процесс воспитания вот тех самых последователей, да, с точки зрения ремесленничества. Вот. И, наверное, этот процесс необратимый с точки зрения, опять-таки, того, что это просто, это, это эволюционировало в такую форму, то есть тебе, как раньше, не надо, в общем, сейчас ходить с человеком, там, и говорить ему, как правильно, под каким углом, там, не знаю, держать, блядь, шуруповерт, в общем, и какой, блядь, лучше метис подбирать для того или иного материала, потому что есть, потому что ты об этом говоришь в медиапространстве, это все пишешь, заливаешь, и он имеет доступ, короче, и каждый имеет доступ, а то, насколько он в это будет погружаться и отрабатывать это на себе, это уже вопрос каждого личного индивида, вот, и это хорошо, то есть такие продукты, они нужны. Когда, да, когда ты хочешь что-то передать, вот смотри, что сейчас происходит, допустим, со мной, всегда говорю, потому что сейчас это происходит со мной, вот смотри, я хочу сделать, допустим, серию мастер-классов по плитке, мне есть, что передать, есть, что рассказать, вокруг меня много экспертов, и мы можем сделать интересный проект, у нас есть два варианта, первый, инфокурс, с одной стороны, то есть понимаешь, мы потратим много времени, я не смогу просто взять телефон и записать, вот смотрите, как я это делал, допустим, раньше, да, я брал камеру, никогда на телефон не снимал, с самого начала я стал снимать на камеру, вот, я брал камеру и делал видео, рассказывал там про, блин, плитку, про запилы, про все такое, и это было по-детски, сейчас для меня, скажем так, то есть, если я сейчас хочу передать знания, есть два варианта, первый, это ты делаешь курс, ну, чтобы это хоть как-то оправдать свое время, потому что, ну, как ни крути, то есть, ну, как бы, ты же, ты даешь продукт, допустим, не хочу идти по этому пути, да, не хочу, ну, не хочу, пока, через два месяца, возможно, захочу, но я хочу делать проект на ютубе, что нужно сделать, для того, чтобы, допустим, проект о санузле, да, был интересен, ты должен сделать, целое шоу, индустрия этого требует, и в одном месте уложить, что-то интересное в сериях, теперь, средняя стоимость любого видео, плюс-минус 100 тысяч рублей, ну, то есть, вот хорошего, там, 40-минутного ролика, это если у тебя есть все оборудование, то есть, грубо говоря, людям там заплатить, то все, самому время потратить, там, пускай даже твое время бесплатно будет, но все равно есть там будет, и как делать такой продукт? Единственный способ найти спонсора, спонсор требует рекламы, и здесь мы упираемся в то, что, как ни крути, ты вот это свое ремесленничество, ты все равно превращаешь в какую-то, ну, кто-то думает, да, там, я там делал проект «Заварить дом», мне там все, у меня проект 3 миллиона стоило, всех спонсоров, там, ну, грубо говоря, там, не знаю, на миллион было, да, допустим, грубо говоря, и все равно ты там еще положил целую кучу своих денег, и при этом ты делал для себя, да, допустим, что-то, в моем случае, и как бы, ну, и вот, я не хочу, допустим, хейта, и поэтому ничего, понимаешь, да, из-за этого ты ничего не делаешь, ты делаешь не то, не то, просто тупо там развиваешься, чтобы передать вот эти знания, ну, по сути, вот, это выдержит для меня, я другого выхода не вижу, ну, то есть, я, ни хера не альтруист, ну, то есть, это какая-то глупость для меня, делать бесплатно что-то прям совсем, но и деньги не самая важная штука, то есть, вот здесь вот как раз-таки на смешении вот этих двух понятий, да, полезности, пользы и личной выгоды, ну, то есть, вот нужно как-то балансировать, когда ты делаешь все только ради того, чтобы делать деньги, ты, как правило, ты нищий, ну, 100%, то есть, вот я сколько людей вижу, которые, короче, первый вопрос у них, а сколько там заработаем, а сколько ты там заплатишь, а сколько то, это вот, ну, суперпроблема у людей с деньгами, и когда ты вышел уже на уровень, когда тебе в принципе нормально, но тебе кайф делать продукт, потому что мне кайф делать, интересное шоу, мне интересно делать подкасты, и так далее, понимаешь, но вот, допустим, сейчас мы здесь просто собираемся без всяких спонсоров, без ничего, потому что плюс-минус себестоимость не большая, да, ну, то есть, короче, пока Руим пиздил, я им на карту переслал десятку, у меня гораздо здоровье, я дешево не продаю, ну, так час просто прошел, я помню, ну, если так, вот, такая история, и поэтому, сейчас, я уверен, появится шоу, ну, то есть, однозначно, уже производители заметили, и появятся какие-то шоу, потому что я же вижу рынок, как никто, то есть, как никто, у меня есть в телефоне все, так или иначе, маркетологи практически всех компаний, вот, и так или иначе, мы каким-то образом там, и я смотрю, что с каждым годом все больше и больше выделяют бюджета, и очень бы хотелось, чтобы эти люди разбирались, кому нужно выделять эти бюджеты, то есть, понимаешь, они же не могут отличить, они видят ребят, у которых там по полмиллиона подписчиков, и при этом там одни азиаты и девочки по, как это называется, взаимные чаты там, или что там. Сосандры. Нет, взаимные чаты, когда они друг другу пишут комментарии, лайки ставят, взаимные сосандры, взаимные сосандры, да, вот, то есть, и все, то есть, за человеком нет ни бэкграунда, ни продукта, но полмиллиона подписчиков, и тут есть какой-то руин, у которого там 40 тысяч или 50, но когда мы сидим вот так за столом, ты просто берешь телефон, закрываешь, свайпаешь сториз, ты просто видишь, кто там, то есть, ну что там. Нет, ну слушай, здесь надо понимать, Но маркетологи компании этого не знают, они не понимают, у кого. Это качество маркетолога, нет, я здесь не согласен, потому что нормальный маркетолог, реально, он оценивает позицию не с точки зрения объема, а качество этого объема. Вовлеченности и вообще, да. Вот, потому что нормальный профессиональный человек, если он занимается маркетингом правильно, то он не оценивает по количественному фактору. Но смотри, какая история, ты должен уметь про себя рассказать, объяснить, то есть, ну, даже, даже грамотному маркетологу, он просто проскочит, то есть, ты проскочит, если у тебя не будет презентаций, если у тебя не будет каких-то доказательств того, что ты что-то сделал для индустрии, ты просто проскочишь мимо, то есть, грубо говоря, вот сейчас мы там, я готовлюсь, чтобы получить галочку, да, это суперсложно, то есть, это оказывается, это очень сложно получить галочку. Меня не подделывают, у меня нет аккаунтов, которые там, как у звезд, делают 20 там, Ивлеевой, короче, и там, с них там что-то там. Междусь, вот эту синюю галку в Инстаграме, для лидера мнений? Да, 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 то есть, как бы, это сложно сделать, и уже имея галку, у тебя есть какая-то вот штука, чтобы ты дальше творил. Делать это, ну, на альтруизме, ну, мне не кайф, ну, то есть, объективно, ну, не кайф, да, то есть, грубо говоря, я люблю и как бы путешествовать, и вкусно поесть, и вообще тусить, короче. Ну, блядь, человек, это нормально. Да, 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 не, ну, кто-то стесняется этого, я не стесняюсь, у меня много коммерческих проектов, ну, то есть, даже наш марафон, это коммерческий проект, который вышел в плюс. Сначала сейчас очень, кстати, интересно сказал на, вот, на сон восприятие, шмарафон, у меня послышалось. Хорошо. Давай сделаем шмарафон, Руим. Давай сделаем, шмарафон, это просто у тебя, это, видимо, как утренний стояк еще не прошел, что там, я не знаю, прошло-то. Утренний поздняк, блядь. Да, утренний поздняк. Андрюха, мы замутим шмарафон, вот, ему нравится, карате, эта идея. Андрюха, за, только он все камеры с собой возьмет, там все. Мы когда-нибудь в клуб идем, Андрюха доставит камеру и сразу чик. Девушка, вы не хотите с нами принимать части в нашем шмарафоне? Так, запиши себе в заметке шмарафон, организовать шмарафон. Я сейчас поможу. Да, это нужно внести, короче, В райдер. Не в райдер, а, блядь, в список задач, Руим группа. Ну, пока мы так еще не доросли, до этого. то есть, получается, что, ну, лично, я за интересный продукт, я против, знаешь, как меня раздражает, мне вот приходит, мне запрос на рекламу, какую-то хуйню. Я говорю, ну, типа нет, ну, типа, ну, либо нет, либо вообще не отвечаю, тупо игнор. И тут я через какое-то время вижу вот этих ребят, у которых по полмиллиона подписчиков. Движ рекламу там. Ой, это же, ну, грубо говоря. И все, и как бы, ну, и вот так. И за место того, чтобы, то есть, очень понятно, для чего сделан аккаунт. То есть, когда, смотри, какая история, когда ты рассказываешь действительно про себя и становишься, грубо говоря, популярным, это одна история. И когда ты делаешь все для того, чтобы быть популярным, и потом что-то там, а потом что-то там, вообще никак делать. то есть, я вообще считаю то, что люди, которые делают очень много, прикладывают усилий, и ставят себе целью вот эту самую пресловутую популярность, вот, они потом просто не выносят ее. Вот, потому что, если у человека есть такая вот задача, самоцель, да, вот я хочу быть популярным, к примеру, знаменитым и так далее, вот, и он кладет все нахуй ресурсы на то, чтобы вот этого добиться, вот, и личностные, и материальные, в результате от человека ничего не остается просто. Я, я много ситуаций таких замечаю. Я вообще считаю, что это должно быть органически, то есть, те люди, которые на медийной арене начинают себя позиционировать, и из них получается какой-то персонаж, ну, не знаю, там, ты, я, там, еще ребята, они, это же, это же такое, это достаточно органический процесс, органический, то есть, тебя смотрят, потому что тебя любят, вот, или ненавидят, неважно, как тебе относятся, но ты вызываешь интерес, а люди, которые, ну, накачивают вот этот интерес, как бы, всеми всевозможными ресурсами, это прям, я вообще в этом не вижу, ну, прям смысла, то есть, мне вообще странно, зачем это делать. Метрики, циферки. Смотри, ты поменял сознание после марафона. Мы сейчас, не после марафона, а после дня строителей. Блядь, я прям во время дня строителя начал менять сознание, причем, мне кажется, за... Я, причем говорю, короче, это самое, кто у нас там отвечал за спикеров, я говорю, все, зовите Ушакова, потому что еще 15 минут, и он не выйдет вообще, короче, так будет пиздец, короче. там просто сразу началось менять сознание. Вы поменяли. Оно менялось где-то раза четыре за тот вечер, и даже было пару клинических смертей, мне кажется, вот, а потом воскрешений. Хороший был день строителя. Пиздец. В следующем году повторим. Так что, так что? Не, ну мы, я думаю, мы устроим пати перед Новым годом. Перед Новым годом однозначно. Да, слушай, что-то перед Новым годом все какие-то пати уходят. Мне, мне, мне кажется, ну, лично у меня, у меня уже нет как бы психологического, физиологического ресурса на пати, блядь. Я просто, к концу года я настолько выебан уже просто, блядь, работой, я, у меня просто уже сил нет. Надо, мне кажется, вот эта новогодняя пати, предновогодняя пати для меня может быть последним. Да, да, сто пудов, сто пудов. Мы, короче, ну мы, прям максимально, я даже не знаю, как бы это сказать. я не то, что я тоже устал, я устал жестко, но вот, когда люди все требуют, это как бы там, у нас есть группа там, нетворкинг-пати в Телеграм. Что для тебя профессия строить? Андрюша решил интеллект. А, нихуя себе, это в этом тумблерочек, что ли, это в заметках нашел, о чем должен быть эфир, что ли, я не понимаю. Хотя бы так, это вы что-то, то о себе, то о ком-то, блядь. А у нас какой-то, у нас какая-то есть тема, что ли? Андрей, мы вообще-то, блядь, делаем подкасты, Андрей. А в подкасте пиздят просто, ты понимаешь вообще разницу? У нас не будет никаких вставок, с дней строителей и так далее, то есть все, потому что у нас именно подкаст. Если бы у нас был один день с мастером, это была бы другая история. Абсолютно. А что такое, кстати, формат один день с мастером? Это формат подкаста? Один день с мастером? Нет, это прикольная штука. Это один день мы проводим с человеком, узнаем, как он пришел к этому, что у него сейчас есть. Он транслирует, возможно, какие-то свои жизненные ценности. Он рассказывает, возможно, какие-то там лайфхаки, что-нибудь такое, но это по минимуму. Больше это просто один день с человеком. Иногда мы проводим с ним, конечно, неделю во время съемок. Но называется это как бы один день с мастером. Это на ютубе выходит? На ютубе выходит, да, довольно-таки. Но там это сложный, сложнейший проект, там монтаж в среднем занимает 70 часов, только монтажа. То есть не считая съемок, потому что там очень много перебивок, всего такого. Но это документалочка про человека. То есть это довольно-таки интересно. То есть это целый день, там либо я его вожу, либо мы вместе ездим, несколько дней с ним. Просто работает оператор. Да и сдаем ему камеру. На ютуб не заходил. Да, один день с мастером это такой сложный продукт, очень сложный, поэтому их не особо много вышло. Там я не знаю, штук 10 может быть, может чуть больше. Вот. И это все такие осмысленные видео, очень такие взрослые. Это не интервью, это не подкаст, это просто один день с человеком. То есть вот кто-то рассказывает там про своих детей. Допустим, очень слеза катится, когда у Журавлева. Он дома, короче, там с камерой был. ну и короче там рассказывал, что там дети тоже рассказывали. На камеру максимально душевно получилось, очень круто. Какао. Привет, дядя Рувин. Заглушки, светильники. Беги ход. Пока, Сама. Пока. Мы находимся на объекте. Вот, 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 кстати, тоже очень, на этом моменте сделать, наверное, такую... С инстабуром вообще, там писали прям все, инстабур супер душевный. Ага. Ну, мы сделаем, конечно, один день с мастером. Один день. Ну, то есть это вот с утра придется за ним заехать, прикинь его, за место уебуя, короче, я буду за рулем, короче, ну, нормально будет. День с мастером с Горской? С Горской, кстати. С Горской есть еще даже. Да, есть с Горской, вообще огонь, огненный выпуск. С потелками все дела. Да, там с Горской нормальный такой один день получился. Миздец. С Кодловой только нет. С Кодловой нету? С Кодловой. Потому что она, видимо, с Горской все время. Получается, день двух мастеров. Сразу, да, там, блядь, якорем зацепила, красно-синим. Так, все, я, все, над воздухом, Андрей, заебал парнук смотреть. Включи нам следующий вопрос, какой там был вопрос. Да, ты отлично задал... А я вот такой. Ага. Это перебивочка, да? Пап, пап, ты отлично задал вопрос, на который мы отлично не ответили. Спасибо, Андрей, давай дальше. Тут видишь, можно нажимать, тут 4 есть. Охренеть. Это же специально, понимаешь, у меня даже рекордер специально для подкастов, то есть куплен, понимаешь, вот такой я сумасшедший человек. Ну, это как бы основательный правильный подход, то есть, чтобы не делать хуйню, надо делать один раз нормально. Это правильно. Да, это ремонт с первого раза, ты же видел? Ремонт с первого раза, да. У вас загруди. Ремонт с первого раза, такая... Ну, как правило, это возвращаясь о легенде про мастеров переделок, короче, знаешь? Знаешь, откуда пошло это? Ремонт с первого раза? Нет, я... Нет, а в четырнадцатом году? Эду тебя? Да. Нам просто... Да, мы очень сильно извиняемся, потому что нам это... Нам звонят периодически. Типа до 3 часа дня мы работаем. Так вот, в четырнадцатом году я строил дом в Москве человеку. И он не знает, что говорит. Он такой у меня... Он говорит, Рувим, ты знаешь, как бы такая история, мне уже много лет, и все мои друзья, они два раза как бы переделывают. А мы сможем с одного раза сделать? И я такой думаю, блин, типа, камон, о чем ты говоришь, ну типа у нас все с первого раза. И я такой, мне знаешь, так как... Инсайд. Инсайд. Если ты делаешь ремонт с первого раза, это значит ремонт с первого раза. И все, я короче, я себе баха, ты херни, этот ремонт с первого раза. Все. То есть, как бы это было органически, случайно, то есть я никого-то не подсматривал, не смотрел даже. Я в Инстаграме сделал хэштег и написал ремонт с первого раза. Это видно один, только мой, короче, я делаю скрин и выкладываю, пацаны, что пользуйтесь, короче, вот ремонт с первого раза. И, короче, это не то, чтобы прям хэштег или такая контекстная фраза, это вообще такая краеугольная, на самом деле, штука. Вот ремонт с первого раза, он вообще объясняет, это должно объяснять клиентам, вот, как должно быть на самом деле, потому что все профессионалы и все, ну, вот подавляющее большинство, которые реально умеют делать с первого нахуй раза, вот, они это делают второй раз. Второй или третий, то есть после кого-то, я имею в виду, да, то есть профессионалы это мастера переделать, он же говорит Рувим, все мои знакомые делают со второго раза или с третьего, а у меня, говорит, мне много лет, я копил долго деньги на это, как бы мы сможем с первого раза сделать? Он меня, прикинь, спрашивает, в начале проекта у нас земляные работы только идут, короче, мы выравниваем только под УШП, вот, и он такой подходит ко мне и говорит, Саша Рувим, скажи только честно, как бы, ну, я же молодой, блядь, у меня рэп, то, все, тонированная двенашка, все как надо, короче, вот, то есть, ну, и он такой, еще у меня в партнерах Смирнов, я не знаю, нет этого человека, но это отдельная история, вот, и как бы он так смотрит на это и такой мне говорит, слушай, Рувим, причем со мной разговаривает, он такой говорит, блин, такая вот тема, как бы, я как бы, ну, я уверен, как бы все, вроде как бы все нормально, но просто было много моментов, почему он у меня это спросил, ну, как бы это не совсем был тот, чем тот только мой проект, он потом стал моим, вот, и мы закончили его, и он такой, получится с первого раза, я говорю, получится 100%, зуб даю, получится, вот, и оно получилось. Это хорошо, когда так, и очень важно, сейчас в рамках вот этого медиа, информопиздовольства, вообще доводить до клиентов, это же наша компетенция, понимаешь, вот, допустим, форс сильно, он, ну, ты с Лехой знаком? Да, он ко мне приезжал домой, приезжал даже домой, каску одевал пластмассу, пил пиво, когда он уже не пил, когда пил, пиво, правда, но немного, немного, не было в состоянии, вот, Леха, не было, когда вот он в барилку, с магнитофоном заходит, давай, сколько он стоит, покупаю, не было, вот это самый клевый форс, короче, он сейчас потом изменился немножко, вот, и, это все зож головного мозга, это все, да, и получается так, что, вообще, вот это вот не то, что даже с первого раза, у людей такая большая боль, и, это наша задача, донести до клиента, что действительно это так, вот, допустим, весь канал, не знаю, форс монтаж, построен на том, чтобы донести до клиента, что если не у них закажут, то типа будет жопа, я строю свою компанию, вообще, вот мы строим разговор с клиентом, у меня сейчас есть очень именитые клиенты, даже не хочу называть имена, вот, Навальный? Нет, вот, ну, грубо говоря, сука, Андрей, Андрей, сейчас я вам покажу, как на озоне пизда, отшпачивать стену, да, и, в общем-то, короче, история такая, что наша задача, донести до них, что мы сделаем хорошо, но при этом мы не говорим, что все остальные ублюдки, ну, то есть мы не говорим, что все, если вы не у нас за каждый, у нас правила компаний, мы не показываем, как может быть хреново, мы просто показываем, как хорошо у нас все, люди сами должны понять, то есть, это же продажа, ну, то есть это непосредственно продажа, мы так продаем, все по-разному продажа, кто-то говорит, что вот, смотрите, вот так, вот так, вот так все делают, а мы святые делаем так, я говорю, не, мы, мы по-другому, мы говорим, у нас вот так, и мы просто показываем наши без сравнения с кем-либо, то есть мы себя ни с кем не сравниваем. Вот, смотри, я никогда не делал из своего аккаунта продажный, ну, то есть аккаунт, который продает, продающий аккаунт. Ты видел мои посты? Ты вообще видел мой YouTube и мой Instagram? YouTube видел, конечно, Instagram, конечно. Ни одного поста, ни одного истории про то, что мы вообще делаем ремонт. Вот смотри, и получилось что? То есть, мой Instagram... У нас подкаст, я могу перебивать, потому что ты понял, это не интервью, это подкаст. По хую! Мой Instagram, он стал органическим образом инструментом продаж, но продажи такой очень точечный, потому что мой Instagram, то, как я его веду, то, какой я в жизни, по сути, я такой в Instagram. То есть, я ничего там особо не накручиваю, не выдумываю, блядь, то есть, я вот просто транслирую так, как оно есть, и всё. И это является неким таким ситом как бы социальным. То есть, ко мне приходит человек уже подготовленный, что вот этот долбоёб, и я с ним буду работать. То есть, он понимает, куда он адресно идёт. И это очень-очень сильно важно. И когда мы... Мне не надо. Хочу, мне не надо. Чуть-чуть, вот именно это я и заметил. То есть, понимаешь, когда я увидел твой... Тебя в начале, да, там, раз первый диссонанс, но потом некоторые вещи, которые ты стал транслировать даже в шуточной форме, я их бах, знаешь, так чик, мне такой триггер, ага. Ну, типа, не долбоёб. Потом раз, ещё чуть-чуть, чик, и в конце концов, я стал суперлояльным. Ну, то есть, не зная тебя... Мне кажется, что это вот так вот должно происходить. Да, не зная тебя, я понял, что... Ну, что я стал лояльным. Только потому, что ты транслировал крупицы полезностей из того всего, короче, этого самого, что ты говорил. Но при этом я просто понял, что ты просто вот... То есть, понимаешь, ещё в чём уважение? В том, что ты не... Ну, как бы, ты говоришь, ты там долбоёб. Ну, как бы, там обоснованно... Ну, и даже жёстко. То есть, некоторые моменты ты перегибаешь. На мой взгляд, опять же, в моей картине мира есть моменты, когда ты перегибаешь. Ну, грубо говоря, да, там с некоторыми людьми. Вот. Даже у меня в подкасте. Вот. Но, как бы, при этом, при всём есть очень много экспертных штук. То есть, поэтому, ну, вот как-то так. И это точно так же и продаёт. То есть, я не веду точно так же абсолютно... Вот мы сейчас сделаем, именно рувим-групп-аккаунт. Его мы будем вести исключительно для клиента. И там уже не будет вот этого всего философствования, короче, всего остального, этого чего-нибудь. Ну, там тупо продажи. Это будет аккаунт, который исключительно сделан для того, чтобы показать, кто мы, что мы, что мы делаем. Потому что, кто знает, что у меня там две квартиры в сети идёт. И кто знает, что мы там делаем ещё целую кучу дорогих ремонтов. Ну, очень дорогих, да, скажем так, разных людей. Никто. Мы это не транслируем. Вот мы не транслируем. Ты посмотришь, мои stories, что-то ещё. Ну, периодически что-то там чуть-чуть попадает, и всё. То есть, в основном, я транслирую какие-то выступления, какие-то утро-понедельники, какую-то философию. Но это же... А вот это вторая часть. Когда человек... Это продажа в продаже, про уровень. То есть, когда человек... То есть, когда ты смотришь, по сути, мы же не говорим, что... И закажи, а в конце ссылка в описании, закажите у нас ремонт. Я так не говорю ни в одном видео. Но, когда я транслирую какую-то вещь в понедельнике, многие люди думают, что мне кто-то пишет. Мне никто не написал ни одного текста. То есть, все тексты, которые... Блядь, мне тоже почему-то всё время думают, что у меня, короче, есть какой-то злой клоун, короче, гострайтер, блядь, который пишет тексты. То есть, никто не написал ни одного текста, ни в текстовом формате, ни в идее видео. То есть, иногда люди мне подсказывают, да. Вот, допустим, прошлое моё видео «Умей говорить нет», не знаю, смотрел ты или нет. Оно хорошо довольно-таки залетело. Понедельник, да. Это мне Татауров сказал. То есть, мы стояли с Татауровым, и, короче, там была такая история, что нам продавали то, что мы не хотели купить. И он такой говорит, смотри. И он, короче, вот жёсткий урок «Как сказать нет». То есть, понимаешь, это было круто, я прямо, я, знаешь, как делаю, я сразу беру и ставлю себе заметку. То есть, грубо говоря, «Умей говорить нет». То есть, понятное дело, понятно. И я уже перекрутил в своей картине мира, как я это вижу, ну и оно как бы зашло. Вот, поэтому вот такая продажа считаю крутой. А вот именно, ну то есть, опять же, нужно хорошо умеет делить. Если ты не хочешь транслировать в мир ничего, кроме того, что ты делаешь ремонт, и тебе должны только клиенты, да, и твоё самовыражение в ремонте исключительно. Окей, делай аккаунт, в котором понятно, что ты делаешь ремонт, или ты делаешь дизайн, или ты делаешь что-то еще. Слушай, ты пожнешь бурю, мне кажется, вот в этом смысле, потому что когда ты выстраиваешь сразу, ты себя позиционируешь на рынок для того, чтобы совершать продажу, привлекать клиентов, и ты обеспечиваешь себя этими клиентами, ты потом, ну, выхватываешь с этого, потому что туда нет вот этого как раз-таки социального сита, потому что туда идут все. Ну, воронку нужно строить в любом случае. Ты строю тогда ценой. Я сейчас не про воронку, не про качество заказчика, я имею в виду про их объем. Вот они приходят, в общем, у каждого там свой психологический портрет, у каждого свои потребности, задачи, бюджет и так далее. Вот ты их берешь, ты их обрабатываешь, начинаешь с ними взаимодействовать. Но по факту у тебя получается, что ты еще должен разделить проблемы каждого отдельного взятого вот этого вот, блядь, клиента, потому что у всех они всегда разные. Вот, то есть ты как компания, ты должен быть готов к этому объему. Верно, именно для этого существует команда. У меня есть такая история. То есть есть слабые и сильные стороны у руководителей проектов, у моих партнеров, скажем так, вот. Вот, и я вижу, вот этого клиента нужно дать, там, серому, или вот этого клиенту потянет Женя, потому что Женя выслушает все, а серый как спичка загорится. Вот такая история. И тут как раз-таки чем круче у тебя команда, тем большее количество клиентов ты можешь обработать. Потому что, допустим, вот сейчас у нас там, не знаю, 8, по-моему, открытых объектов. Вот. Из них, ну, грубо говоря, есть у некоторых пацанов по два, у некоторых по одному и так далее, у руководителей я имею в виду. Вот. И на некоторых, я даже не знаю клиентов имя. А с некоторыми общаюсь, понимаешь? То есть и получается так, что только благодаря команде и тому, что люди разные, мы подбираем. То есть то, что если бы это было раньше, я работаю только с людьми исключительно, когда ты маленький, когда у тебя, допустим, 2-3 объекта и все. Ты работаешь с людьми, кто с тобой одной вибрацией и все. То есть ты с другими просто не работаешь, тебе не надо. А вот когда наступает этот момент, то есть количественный, допустим, смотри, у меня их 6, к примеру, да, и есть 2 управляющих. Да. Вот. И все равно общение с клиентом, оно сводится на мне. Но здесь еще важно заметить то, что я еще и проектирую. То есть я как бы именно в рамках авторского надзора отвечаю за реализацию полностью, не только за качество ремонта, а вообще за все. Вот. Поэтому я вынужден просто с ними общаться. И мне не всегда понятно, когда, допустим, масштабирование доходит до такого уровня, что люди делают объект под ключ вообще. То есть начиная с проектирования и там заканчивая последним стулом. Вот. То есть здесь уже на каждый объект должно быть как минимум 2 человека. Конечно. То есть это должен быть человек, который управляет стройкой, и тот, который отвечает за результат именно с точки зрения дизайна. Вот. И вот... Сейчас я тебе объясню. Вопрос задай нормально. Вот я понял твой вопрос как бы, ну вот как импат, да, но я не услышал его. Вопрос прямой был, с какого момента количественного в плане объектов вот, ты понимаешь то, что тебе нужны помощники, то, что тебе нужна команда. Я всегда рассказываю свою историю, потому что мне проще так. То есть на другой. Хотя у меня есть понимание, как это должно быть в идеале, но в идеале это как раз-таки пиздёж. То есть не бывает в идеале, это как супертехнические задания и так далее. Вот. Это, ну, это, это возможно где-то в каком-то мире теории быть. На практике всегда всё, всегда всё по-другому будет. Вот. На практике всегда всё по пизде. Надо вот такой вот хэштег записать. Надо записать. Хороший хэштег. Да, я же, веришь, даже транслирую твои мысли в своих выступлениях. Ушаков хуни не посоветую. Да. Так вот, когда у тебя перерастает, то есть ты делаешь качественный продукт, ну, как должно быть органически в моей картине мира, и когда после у меня было, ты делаешь качественный продукт, этого качественного продукта, он востребован рынком, и то есть у тебя получается так, что ты уже берёшь 2-3 объекта, и ты понимаешь, что 4-й, когда ты берёшь, ты уже его в минус. То есть всё, ты сам уже не готов. То есть я считаю, что если ты всё ведёшь под ключ, когда мне говорят, у меня 12 проектов, а мой прораб может вести 15 объектов, я думаю, он 15 объектов даже объехать не сможет. Он не то, что поговорит с кем-то, он вообще не сможет. И в конце концов я понимаю, что они просто берут миллион, отдают кому-то 600 тысяч, короче, 400 берут себе, 200 из них себе, 200 какому-то вот этому типу заоблачному, который просто ездит между проектами. Это у которого есть плачь и репорт, нахуй, видимо. Ну, не знаю, то есть я не знаю, как это работает, и это по мне так полная чушь, это точно не система. И это точно вообще полная ерунда. Так вот, ты растёшь подальше, следующим этапом знаешь, что должно произойти? То есть когда у тебя уже больше заказов, чем ты можешь делать. Как ты берёшь себе первого помощника, там так и так, там, грубо говоря, какого-то партнёра, возможно, или ещё, или двух, там, например. Первое, если бы ты не курил в курилке, когда у нас был марафон, я там рассказывал. Следующая финансовая структура. То есть даже не продукт. Продукт, он первичен, и он обязан. То есть, допустим, я всю свою компанию строю от продукта. То есть мы строим её от продукта. То есть вначале первичный продукт, потом, короче, всё остальное. Но финансовая структура, если у тебя нет финансовой структуры, не получится ни с каким партнёром. То есть либо... Это понятно, как элемент системы. Нет, слушай, мы же оба с тобой знаем марка. Мы оба знаем татауровых, блядь, хуюровых. И так далее. В общем, все пиздят про одно и то же. Я прекрасно это понимаю. Ну, не все, кстати. Вот, я, ну... Ну, допустим, у нас с марком большая разница. То есть мы пишем курс сейчас. Не знаю, выйдет он или нет. То есть как бы, ну, я потому что говорю, нам нужно ещё несколько экспертов. Мы не пишем ни курса, а просто рассказ, как у нас. То есть я отказался от термина, что мы пишем. Курс не тошнит от этих курсов. Просто я как вижу... Это всё реально заебало уже. Знаешь, какое количество людей пишет? Давай сделаем вот это, давай сделаем то, давай сделаем курс, давай сделаем пятое-десятое, давай сделаем это. И я понимаю, что люди не то, что не экспертны, они даже не экспертны в том, как это сделать. Не то, что создать какой-то продукт, а просто в самом продукте не эксперты. Нет, ну здесь... Смотри, ты здесь не прав, потому что у тебя есть чёткое понимание и видение того, как ты, конкретно ты, вот своим субъективным я видишь продукт, вот его качество, в общем, и интерпретацию. Это не значит то, что вот это видение, оно обязано быть у всех такое же. Вот, потому что... Когда ты начинаешь здесь смотреть, чтобы ты даже просто обычное видео, как я там, не знаю, съездил там в Израиль или там куда-нибудь ещё, его можно по-разному сделать. Понимаешь, его можно просто сделать на айфон, нарезать там без смысла, и оно, возможно, благодаря твоей харизме и твоему какому-то там бэкграунду будет интересно, и будет интересно смотреть. Но оно будет абсолютно не тем, которое ты себе представлял в любом случае. Не, я себе очень чётко представляю, что мне нужно донести до аудитории, потому что я очень хорошо знаю свою аудиторию и понимаю, что людям действительно нужно. То есть у меня есть понимание того, что я хочу передать людям. И в рамках того материала, который у меня есть, который накопился, я могу это сделать. Я не говорю то, что я, блядь, каждый день ставил камеры, свет, короче, снимал профессионально. Мне это нахуй не надо. Да, да, естественно. Мне не нужно в этом плане шоу, короче, мне нужно передать смыслы. Вот, для того, чтобы передать смыслы, у меня достаточно инструментов фиксаций, поэтому здесь речь не идёт. Да, однозначно, больше всего, что меня раздражает, это просто пиздящая голова. То есть когда я вижу видео или что-то ещё, которое в лучшем случае подтверждено стоковыми картинками, мне хочется прям просто вот что-то внутри, у меня прям рвётся, короче. Понимаешь, когда человек говорит только, но ничего, никаким образом не подкрепляет, даже если я его не знаю. Это вообще печально, как бы такая история. Ну, допустим, я его не знаю, и он, допустим, что-то дельное говорит, но при этом не подтверждено ничем, ну, прям очень, ой, ой, очень это как-то, ну, так ось. Даже если он дельное что-то говорит, у тебя всё равно есть сопротивление. И очень сильно растапливается лёд, когда ты можешь вставить подтверждение того, что ты говоришь. Да, я там веду там 8 объектов, да, допустим, грубо говоря, и не знаю даже у них. И ты берёшь просто, свайпаешь телефон, понимаешь, открываешь, и ты показываешь там реальные, я, кстати, в аварию чуваку не знакомый попал. И ты просто открываешь, и ты видишь, что ага, у тебя там сети парк раз, что там сегодня произошло, понимаешь. И ты можешь показать в любой момент, что у тебя происходит где. И то есть это экспертно, то есть ты, ну, да, это заебись, да, прям уровень. И нужно прям, как это делать? Смотрите, сейчас тоже покажу. Сейчас, секунду. А когда человек мне рассказывает. Я тебе просто покажу, как это, ну, у нас встроено, вот, чтобы ты посмотрел, мне кажется, тоже примешь это на вооружение, это прям вообще охуенно. Сейчас захожу в галерею, вот, у меня здесь есть вкладка сохранёночки, ну, короче, телеграм, и здесь у меня, в общем, есть мемасы. Вот. Вот, видишь, вначале был грипп, короче, потом страдания, и много разных мемасов, короче. Я пробовал делать, как ты, то есть создавал альбомы с объектами, но потом понял, что, ну, мемасы веселее, короче, смотреть, вот. Я понял. Потому что, ну, потому что это я считаю экспертно. Нахуй заказчику показывать, ну, наплыву на стене, когда ты просто можешь ему прислать пиздатый мемас, чтобы он посмеялся, считаю. Всё, я записал очередную цитату. Вот. Да. Андрей, следующий вопрос. Почему ты начал материться? Подожди, ты где-то смех. Подожди, он подзавис, блядь, короче. О, нормальная хуйня. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Где-то смех тут был. Смех одет. Смех нужно выставлять. Ставь вот это, классно. Вот это, да? Пам-пам-пам. Мы продолжаем наш подкасты Люди Дела. Мы ещё не... У нас пошла, ну, примерно, мы, наверное, часа уже полтора. Думаю, ещё полчасика. Да. Я сидел и пиздел, все мы, все мы, все мы Люди Дела. Да. Мне кажется, отлично. Отлично. Надо её прикольно записать просто. В общем, давай как-то под это... Не то чтобы подытожим, а перечислим просто. Потому что мы сегодня с тобой пиздим. Мы с тобой пиздим сколько? Два? Два часа? Ну, около, да, полтора-два часа. Два часа пиздим. Что мы сегодня с тобой вообще обсудили? Мы обсудили 101 групп. Не, ну, я имею в виду тезисно, тезисно, я имею в виду. Я думаю, выставить надо счёт с твоей группой. Да? Да, потому что я уже тут... Не, ну реклама посидеть, конечно. Четвёртый подкаст или что-то такое, и так или иначе мы всегда задеваем. А это то, на чём они ориентированы. То есть они ведут себя так и делают так, чтобы они всегда пиздели. Потому что говно с котлетами, мухи с котлетами, это я имею в виду. В смысле говно. С котлетами и с мухами котлеты. Они всё там намешали, и поэтому всё, мы это весело всё вместе разгребаем. Ну, неважно. Короче, о чём мы сегодня разговаривали? Мы сегодня разговаривали о том, что, как мы видим, что из себя представляет, наверное, медиапродукт в плане строительного, ремонта, на ремонтостроительном рынке. Мы как-то коснулись этой истории. Какой-то преемственности, позиционирование. Рэп читали мы. Рэп читали, это тоже охуетька сильно важно. Коснулись каких-то структур именно внутри. Ну, преимущественно твоей истории. Твоих планов, кстати, коснулись. Ты тоже сегодня рассказал про то, что у вас будет это заведение, ещё одно заведение, сейчас что-то строится. И ещё мы просто заебись пиздели. Очень много непонятно о чём. Андрей вбросил фразу и задал вопрос относительно, что такое профессия строитель, да? Да. Мы её услышали и забили на неё хуй, и разговаривали дальше. Всё, отлично. Андрей, давай следующий вопрос. Мы очень уважительно относимся к тому, что ты выбрасываешь в эфир. Ты дисциплинированный вообще человек? Я крайне дисциплинированный. А что ты подразумеваешь под фразой дисциплинированный? Ну, то есть вот... Блядь, делать всё в срок, блядь, хотя бы не проёбываться сильно, блядь. И вот всё... Ну, это нереально. Не, ну, слушай, это всё тоже из разряда мифов, короче, и легенд, короче. Это вот, блядь, эльфийские леса, вот, в которых водятся, блядь, эльфийские олени. Вот всякие разные. Мне кажется, что дисциплинировать... То есть в мире хаоса, вот, навести какой-то порядок, то есть его... Это как стараться упорядочить хаос, да? Вот, то есть ты можешь выбрать какой-то вектор движения, чтобы в этом ёбаном хаосе как-то находиться и, ну, занимать какое-то векторное позиционирование вот такое. То есть ты попал в ёбаную бурю, короче, да, и у тебя нет вариантов из неё выбраться. Но ты можешь вести себя не так, чтобы тебя просто там бросало, блядь, влево-вправо-вниз-вперёд, а тупо занимать какую-то циклическую позицию. Вот. И в этом, соответственно, что-то уже делать. То есть как бы такая визуализация. Но наша специальность, наша профессия, и наше поприще, оно, мне кажется, патологически вообще не способно в себя включать какую-либо дисциплину. Потому что всё зависит от, ну, от индивидов. То есть это человеческий фактор. Я об этом тоже писал. Вот. То есть для того, чтобы у тебя было всё чётко, строго и всегда по расписанию, ну, должны, блядь, быть роботы, а не люди. Вот. Поэтому, мне кажется, это всё хуйня. Я разделяю. На самом деле, то, что ты сейчас сказал, я разделяю абсолютно. Конечно, но это одна, да, сторона. Я разделяю, потому что я такой. Ну, как бы, ну, я сам такой человек. Но при этом, при всём мы это говорим. Почему? Почему мы так транслируем? Я тоже такие штуки транслирую. Потому что мы распиздяем. Или потому что нам так проще. Или потому что мы ленивые и не хотим настроить вот эту вот какую-то стабильность. Ну, которая... У нас же много примеров людей, которые пытаются её настроить. И которые транслируют, что вот, там, типа, говоря, вот здесь технические задания должны быть. Да, да. То есть техкарты, технические задания и так далее. Мы работаем с техкартами и так далее. Я тебе сейчас могу показать целую кучу тех карт, которые мы сделали. А эти мемасики могу. Вот ты мне мемасики можешь показать, видишь? Но при этом всём я и ты, ну, не знаю, я точно распиздяй. Понимаешь? Да тоже. Ты делаешь эти инструменты, даёшь их людям. Никому ничего не дают, только внутреннее. Нет, я тебе про... Когда есть цель, задача, там, вот, систематизировать хаос, в общем. То есть ты понимаешь, как мне бороться с бурей, в общем. Ну, когда ты понимаешь, что это невозможно. Но буря не закончится. Это невозможно. Буря точно не закончится. Да, она не закончится. То есть буря не закончится 100%. И невозможно ничего сделать. То есть стихийная штука, с которой ты не в состоянии ничего сделать. Вот, невозможно. Вот, то есть ты можешь, там, не знаю, там, какой-нибудь... Нет, ну давай представим себе хорошо Икею или Макдональдс. Окей, Икею или Макдональдс, да? То есть у них же системно. То есть когда человек приходит в Макдональдс, он не думает, как же мне это сделать. У него техкарта. Вот, чизбургер. Вот так собирается. Потому что это чизбургер. Ну, секундочку, а чем чизбургер? Любой процесс, по факту, любой процесс, который можно описать, то есть любой процесс, который состоит из элементов, его теоретически можно описать. Ведь разве сложно описать производство, допустим, сантехники? Ну, там что? Это не сложно. Ну, в теории. Нет, слушай, когда у тебя есть... На практике я не видел. Послушай, вот смотри, когда у тебя есть какой-то конкретный, понятный продукт. Вот мы с тобой понимаем, что такое чизбургер, короче. Это булка, булка, там котлета, блядь, ей положили сыр. Да. Вот. То есть... Ну, достаточно простой продукт. Да. Если, допустим, сравниваем его с покраской потолка. Он может быть... Вот, может быть Samsung, может быть iPhone. Это продукт, который... Первый раз вижу человека, который ходит с Samsung и с iPhone одновременно. Это интернет уникальный. Это просто пиздец. Это просто пиздец. Короче, смысл не в этом. Смысл в том, что вот есть продукт, вот это сложно, к примеру, продукт. Суперсложно. Но у него есть ряд переменных, ряд деталей, последовательность сборки. Это соблюдается. Когда садится сборщик вот этого телефона, знаешь, как происходит? Вот он садится, и он делает только одну маленькую такую часть, и у него есть прям фотография, он как обезьянка. Да, да. Сел за стул, и ему чик-чик-чик-чик-чик. Я не про это. Ты меня не понял, блядь. Он делает конкретную итерацию в рамках реализации конкретного продукта. Но если этот продукт, допустим, вот у него есть определенная матрица, короче, она там, блядь, вот такая. А если у тебя... И тебе их надо сделать миллион. Миллион, короче, да? Я с Фрэнки говорил про это два часа и сказал, что он, короче... Он просто считает, что можно все написать. Я считаю, что это невозможно. Я ему то же самое. Два часа я с ним про это рассказываю. Невозможно, потому что мы делаем индивидуально. Мы делаем индивидуально для индивидов. Потому что даже если ты делаешь, короче, ёбаный... Вот ты их штампуешь, короче. Делаешь одно и то же. Вот. То человеческое восприятие конкретного индивида, для которого ты это делаешь, в общем, оно может быть разное. И он может по-разному к нему относиться. Он может... Для него это может быть разный уровень качества. Для него это может быть разный уровень восприятия, тактильности, короче, вообще понимания. Он может быть, блядь, дальтоник. Он может быть, я не знаю, у него, блядь, трехфаланг нахуй нету. Понимаешь, для него отдельно выбранная ручка на двери – это уже проблема. Вот. И когда мы говорим про малярку, когда мы говорим про сантехнику, еще про что-то, это все настолько индивидуализированные процессы. Ты можешь собрать узел вода. Ты можешь туда поставить фильтра, ты можешь туда поставить редуктора давления, блядь, я не знаю, и сделать все красиво. А если ты делаешь всего три варианта для клиента? Ты говоришь, у нас будет только вот так, так или так. Мы все стремимся в мире, где процветает, здравствует и управляет систематизацией и стандартизация, но, как показывает практика, все люди, которые пытаются стандартизировать ремонт, они просто посасывают и идут нахуй. Вот, потому что это… Есть вот, допустим, Земсков, он ебашит свои, короче, технические дизайны, да, вот это вот все, он херачит, херачит, короче, и это все делают, 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 в общем, то есть плодит вот это вот уебище. Вот, есть там замечательные ребята, которые называются «Сделано сервис», в общем, им тоже пизда, потому что они сделали такой скандинавский минимал, короче, и вот его тоже масштабировали, 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 очень системно подошли, сделали, короче, пул домов, то есть набрали там из Мосарха все чертежи, короче, там все БТИшные планы типовых домов, типовых строений. Человек приходил к ним, говорит, у меня там панелька, к примеру, вот такого вот типа, квартира на таком этаже, они сразу ему выкатывают смету нахуй, со всем ремонтом, короче, и со всеми типовыми решениями, потому что это, ну, это можно осменить, как бы, все осменить. Если есть прям квадратура и примерный дизайн, то да. Но людям это нахуй не надо, потому что они такие, они сегодня понимают то, что, о, типовое, классно, я не ебу себе мозги, круто, но соотношение людей, которые хотят типовых решений к людям, которые хотят... За те бабки, которые они продаются, ты же понимаешь, это большие деньги. Да, да, конечно, которые хотят индивидуализации, вот, они просто, ну, они ничтожны. И люди, естественно, стремятся к тому, чтобы сделать так, как хотят. За 25-35 тысяч рублей получить типовой ремонт не очень хочется, а дешевле сделать невозможно. И тут получается, что вот мы приходим к 60 за эксклюзив. Ну, нет, мы просто говорим не то, чтобы даже эксклюзив. То есть мы за 60 приходим к тому, чтобы делать так, как хотел бы, чтобы это было, чтобы, как это хотел бы видеть клиент или дизайнер. А клиенту это нужно в конечном итоге? Да, конечно, конечно, нужно. Клиент не просто заезжает как бы в типовые стены и понимает, что у меня здесь спальня, здесь у меня кухня, здесь у меня вот это и вот то. Вот клиент заезжает в те условия, где он видит применимость собственным деньгам, то есть когда они реализованы, когда вот он, допустим, заплатил 60, короче, да, и он понимает то, что, блядь, я заплатил, и это хорошо. Это вот здесь все стоит своих денег. У всего, смотри, какая история. То есть тут опять же от сегмента, да, зависит, как я считаю. Вот когда мы говорим про там, ну, допустим, я помню, как это было в седьмом году 2007, как это было в десятом году, и когда ты приходишь в десятом году в квартиру, которая стоит, ну, в среднем 35-е вообще там 40, это уже литочка, квадрат. Ну, понятно. Да, и говоришь, что ремонт будет стоить, ну, грубо говоря, цены-то не изменились, ты поймешь, в чем прикол? Цены не изменились, то есть ты говоришь, что будет стоить там 25 тысяч рублей квадрат под ключ, и чувак такой говорит, а он квартиру купил за 30, и он такой, короче, типа, ну, то ремонт стоит. Это суперсложно продать. Сейчас, когда цены на жилье, как это ни странно, там вот, ну, мы делаем очень много ремонтов, где стоит миллион рублей квадрат, 500 тысяч. Ну, мы тоже делали и на полянке, короче, да. И там, конечно, ремонт за 60 тысяч рублей, когда у тебя миллион ты отдал, даже полмиллиона ты отдал за квадрат самой квартиры. Там это уместно и понятно. Это уместно и понятно, но как только мы переходим в сегмент квартир по 35-40 тысяч рублей за квадрат, и столько же стоит ремонт, неуместно. И вот здесь, вот здесь, как раз-таки, почему мы смотрим, мы моим кругом, моей компанией, с моими партнерами, мы смотрим на сегмент ниже. Но чтобы пойти в сегмент ниже, вот там нужно все это применить. Там должны быть, должны быть инструкции, техкарты, стандартные решения и так далее. Да, то есть там, где мы работаем сейчас, ну просто невозможно, но есть огромное количество. Вот, понимаешь, мы работаем в 2% рынка. Ты и я, мы работаем в 2% рынка. Понятно, только здесь есть еще такая, понимаешь. А ведь есть еще 98. Есть еще очень интересное такое, вот немного шаг в сторону, потому что есть не миллион за квадратный метр, не 950 за квадратный метр, да, и вот обратная сторона, там где там, к примеру, не знаю, там 120 тысяч за квадратный метр. А это же ты много говоришь, есть и 50. Есть 50, да, там, то есть про стоимость жилья. А есть такая, короче, вот она, вот этот вот странный бизнес-класс, вот, которые, которые, их очень много этих людей, то есть они, допустим, покупают, там, не знаю, 100-метровую квартиру, отдают за нее 50 миллионов, например, да, вот. Но это уже квартира в Сити. Да. Это уже по 500 тысяч, ты говоришь, что за квадратный метр. Да, они покупают эту квартиру за 50 миллионов, вот, и при этом они, как бы, что, ребят, что, 60 тысяч стоит ремонт? Да, классика, такое есть. Вот ты сам говоришь, что это классика, потому что это подавляющее большинство людей. И мы же понимаем то, что у людей есть ресурсы на этот ремонт, они, но для них это шок, потому что они не понимают ценность. Тут вступает снова ребята, которые компании, и которые транслируют это, и которые умеют это продать, потому что, к сожалению, мастер-ремесленник, ну, то есть, во-первых, с ним даже разговаривать не будут, то есть, ну, мои клиенты, они не будут разговаривать с супер-самым крутым гипсокартончиком в России, они не будут разговаривать с плиточниками, им интересно говорить с одним человеком, потому что это люди делают, это уже бизнесмены, этот уровень такой. И, как правило, эти люди хотят в одном месте сразу. То есть, они не хотят, то есть, я даже, у меня есть клиенты, которые я просто не представляю, чтобы этот человек говорил, я очень хорошо отношусь к плиточникам, я очень хорошо отношусь с малярами, но я не представляю, чтобы этот человек разговаривал с маляром о том, а как, сколько у нас будет шлифовок, сколько у нас будет того, он закрывает все вопросы, общаясь со мной, все, ему даже неинтересно. Так и должно быть, да? Нет, в сегменте. В сегменте? В сегменте, да. Если мы спускаемся чуть ниже, там по-другому. И как раз-таки, если ты дашь вот этот вот… Стандартное решение. Стандартное решение, если ты дашь вот этот сегменту ниже, и действительно, ну знаешь, как у нас в России, не только в России, в принципе, в мире, если ты что-то сказал и сделал это, ты вообще уже красавчик. Ну, то есть, и люди даже гордятся этим, особенно вот эти инстаграмные гуру, которые просто делают хорошо свою работу и думают, что они пророки просто в индустрии. Ну, то есть, вот с такими нимфом ходят, понимаешь, вот с таким вот, просто делая хорошо свою работу. Просто то, что они транслируют, действительно так и делают, все. То есть, и вот эта проблема, то есть, если мы хотим, ну вот, кто сейчас находится там, я понимаю, все говорят, самый первый вопрос у меня, знаешь, какой? Руим, а как нам перейти в премиальные ремонты? Это что я должен на это ответить? Слушай, надо сказать сейчас все вот рамки. Смотрите, ребят, что вам перейти в премиальные ремонты, вам нужно, блядь, как это, менять сознание, да? Вот, это нужно быть психологией. Приходите к нам на марафон, платите нам 27 тысяч рублей. Да, точно, точно. И вы сможете себе там премиалочки чуть урвать. Сделайте в премиум сегменте один санузел, например. Нет, я считаю, что когда люди приходят с таким запросом, они туда просто, ну они психологически не готовы попасть туда просто. Я пытаюсь это людям объяснить. Я говорю, к сожалению, ребята, к сожалению, как бы это ни звучало, но вам просто рано. Раз вы это спрашиваете, вам рано. То есть, когда ты мне говоришь, я не могу найти себе напарника, и говоришь, как мне попасть в премиальный ремонт, друг, тебе еще просто нужно столько развиваться, тебе нужно так менять свое мышление и сознание. Если ты не можешь найти себе партнера, с кем работать, просто напарника, тебе рановато. Нет, я делаю премиальные ремонты. Чувак, ты не делаешь премиальные ремонты, ты просто работаешь с каким-то прорабом, или с каким-то клиентом, который считает, что у него премиальный ремонт, который тебя нашел отдельно, это не премиальный ремонт. Это бизнес в лучшем случае. Здесь люди просто не то, что приходят к тебе и говорят, что я хочу сделать премиальный ремонт. Знаешь, в чем? Что он хорошо заточил плиточку в какой-то дорогой квартире, где он увидел светильники от Центрсвет. Все это значит премиум. Не хочу его расстраивать, скорее всего, это не так. Он еще не видел, что такое премиум. Ну да, это же насмотренность. Люди должны понимать, да и в целом, категория объектов, категория заказчиков, категория людей. Это даже другая культура вообще. В целом, все абсолютно другое. И здесь очень важна как раз-то пресловутая коммуникация. То есть если человек заходит с таким запросом, то он даже на уровне коммуникации не готов к этому. Он даже не сможет общаться с этим клиентом. Да, я пытаюсь это всегда объяснить, но часто люди этого не понимают. То есть они думают, что если они делают хороший продукт, ну якобы какой-то, да, там, будучи мастером, то все, они уже, все, они готовы. Нет, они не готовы. Ну что, давай дальше. Сегмент, понятно. Тем, кому рано в премиум, нехуй в него лезть. В общем, читайте книжки. Растите духовно. Растите духовно. Найдите себе кого-нибудь. Мэтро, Будду, папу, маму, не знаю. Ну, в общем, растите. Надо расти, это самое главное. А потом уже будут и П-премиумы и так далее. Что у нас? Андрей, внесите, пожалуйста, в наш сегодняшний фееричный пиздеж очередную тему, чтобы мы венциносно ее обсудили или, как обычно, проигнорировали. Спасибо, Андрей. Следующий вопрос. А мы будем отвечать, мне кажется? Андрей, открой, пожалуйста, подсказки свои. Мне кажется, у тебя там что-то было поинтереснее. Ты как хуёвый генератор вопросов. Почему клиенты, которые нас смотрят с Инстаграма, заказывают у профильных мастеров профильную работу? Потому что Инстаграм охуенно продает, и есть чуваки, которые заебись его ведут, наверное. Люди, слушай, здесь на самом деле можно немножечко шире посмотреть на ситуацию. Я ни в коем случае не говорю, что там что-то плохое делают ребята узкопрофильники. Но в рамках реализации проекта в общей сложности есть, знаешь, непонимание клиентов технологических процессов. Это как, когда люди нас смотрятся, допустим, какие-нибудь... Мы, блядь, короче, делаем штукатурку. Мы делаем штукатурку, нахуй, и вот эти вот ребята, вот мы увидели их в Инстаграме, они классно делают штукатурку. Окей, они нанимают штукатуров отдельно, потом они, нахуй, нанимают, блядь, чуваков, которые, в общем, подготавливают под покраску, тоже отдельно, а потом ещё и, блядь, людей, которые красят, тоже отдельно. Вот, и в совокупности получается говно, блядь, потому что люди, которые берут комплексную задачу по штукатурным и малярным итерациям, вот, они, соответственно, под себя готовят каждый подэтап. Вот, и они работают уже с плоскостями так, как они привыкли и так, как они, ну, гарантированно понимают, что... Мастерайте премиуми работают, которые всё это делали. Ты сейчас говоришь про какую-то конкретную ситуацию? Ну, просто психология. Мастер считает, что он работает где, когда его так нашли. Да по-разному. Ну, как? Ну, смотри, если брать там какой-нибудь Инстагура, то, естественно, Инстагура, блядь, не будет. В общем, он такой, блядь, значит, мне сегодня надо положить, там, не знаю, 100 метров, блядь, квадратных на стену, там, какого-нибудь большего формата, блядь, от порселоноза, в общем. А вчера я такой, блядь, укладывал плитку из Леруа Мерлен. Ну, естественно, нет. Вот, естественно, это как бы люди, которые работают в сегментности определенной. Естественно, они, ну, как бы они работают по определенному прайсу, который себе просто тупо не могут позволить люди, которые покупают плитку Леруа Мерлен. И плитку Леруа Мерлен не будет, блядь, какой-нибудь Инстагур укладывать, потому что он поймёт, что ему просто выебут мозги. Вот, потому что, блядь, она вся кривая, косая, нахуй, и того вот эльфийского качества не получится просто физически, блядь, потому что, ну, как бы у неё нет геометрии. И как бы он там, нахуй, не колдовал, и как бы он там не плясал, и не ебался с бубном, короче, чудо не произойдёт. Вот и всё. Ну, окей, ну, ладно. Я просто, или я не понял вопрос. Не понял вопрос. Вот, смотри, ты сейчас рассказываешь про классическую ситуацию, когда клиент нашёл отдельно всех мастеров и пытается сделать себе типа крутой ремонт, но в конце получается хрен пойми чё. Это какой сегмент? Какой-то, блядь, сегмент. А с чем отличие? Хорошо, давай, ну, твёрдый. В общем, давай определим сегмент. Да, давай определим, что такое хотя бы премиум. В общем, что такое премиум, то есть в моём понимании, да, то есть это клиент, который готов платить деньги, в общем, за свой комфорт, в общем. То есть это... Ну, соответственно, то, что ты сейчас описал, не является премиумом, потому что это некомфортно разговаривать как минимум с 18 подрядчиками. Да ради бога, блядь, у него может быть там какой-нибудь человек, представляющего интересы, которому точно так же платит деньги, который разговаривает с этими подрядчиками. Дело не в этом. Дело в том, что есть, по сути, премиум-сегмент. То есть есть заказчик, который приходит и говорит, то есть я готов платить, в общем, похуй, какие деньги, вот, но чтобы у меня было качественно и чтобы мне не ебали мозги вообще никто. То есть я хочу просто выполнить определённую задачу и чтобы её сделали заебись. Вот, без моего вовлечения. А вовлечённость клиента можно только деньгами измерить, если клиент с деньгами, но не хочет вовлекаться. То есть по ним ключевая штука. У меня есть много денег, но я не хочу вовлекаться. И я скажу своему помощнику, который, возможно, очень круто мне покупает билеты и там делает ещё много чего интересного, может, просто красивая. Вот, и эта красивая помощница или помощник находит кого-то, не разбирает. То есть деньги – это вторично. То есть сколько мы видим ремонтов, в которые вложили 50 плюс и надо всё ломать. Ну, огромная кризис. То есть получается, что премиальный ремонт – это, к сожалению, не только деньги, это ещё и мышление человека. То есть человек обязан вовлечься. То есть экспертность нельзя, смотри, какая история. Я считаю так, что когда накосячили на объекте, в 99% случаев, крайне редко в других, виноват не клиент. Понимаешь? Я, естественно, это понимаю. Так мы об этом и говорим. Я когда говорю про комфорт клиента, я именно это имею в виду. То есть его вовлечённость, она одноразовая. То есть только тогда, когда он… Разобраться в человеке, разобраться в компании, которую ты покупаешь. Конечно. Всё. Всё. Большим нахуй ничего не надо. То есть он понимает то, что эта компания – это вот этот персонаж, которого я идентифицирую для себя как человека с моей орбиты условно. Он понимает то, что вот с таким хуем с горы я могу как-то взаимодействовать, в общем, да? И мне всё понятно. А дальше экспертность этой компании, этого человека или этой группы лиц в том, чтобы сделать так, чтобы клиент каждый день понимал, что у него происходит и понимал те проблемы, которые идут. Возможно, не погружая, но клиент не должен быть в неведении. Сейчас я объясню психологию человека. Если мы не совершаем продажи каждый день, я называю это именно продажей, да? То есть наших услуг, потому что мы продаём наши именно услуги. Не делаем это каждый день, то клиент, придя на объект, ну, допустим, там раз в два месяца или три, он видел белые стены, приходит снова белые стены. Так устроена наша психология, что мы будем недовольны. Но если за всё это время, периодически он получает какие-то порции знаний о том, что происходит у него, то есть либо в сфере, либо у него на объекте, либо вообще, ну, то есть какая-то коммуникация, тогда человеку гораздо проще принять, если даже что-то не так, или если так, понять, почему оно так, почему столько времени, понимаешь, да, про что я говорю, про эту вовлечённость. Не бывает так, что ты кинул вот так просто деньги в угол, и из них получился ремонт. Да, это понятно. Вот. То есть, а многие считают, что так именно должно быть. Если люди думают, что проблема только в деньгах, то почему тогда мы видим столько огромное количество укосяченных квартир, за которые заплатили приличные деньги? Потому что люди, когда, я тебе объясню, потому что здесь есть несколько категорий, есть заказчики, которые готовы платить охуенно за ремонты, в которых они не понимают ровным счётом нихуя, вот. И им кажется то, что для них мерила вот эта вот входная часть, так скажем, входной порог в плане прайса, вот, то есть там типа, у нас, блядь, 100 тысяч за квадрат, он такой, то есть таких людей много, то есть такой, блядь, точно заебись будет, потому что нихуя себе, сотка за квадрат, нормальный уровень. Ему делают, ему делают говно, вот, и это в его картинке мира заебись, потому что он не понимает, как может быть иначе. Он же, блядь, 100, он 100 заплатил, 100, какой-то 100, блядь. И он такой, мне за 100 сделали, смотри, ёпта-ть. А потом приходит чувак, допустим, его сосед, блядь, по коттеджному посёлку, он говорит, смотри, я за 60 сделал вот так вот. Видишь, у тебя примыкания какие? Он такой, ну да, поймем тебе покажу, блядь. И вот тогда наступает понимание. Это первое. Второй момент, это опять-таки вот к разговору об индивидуальности и разном отношении людей. Второй момент, когда людям, в принципе, похую на потенциальное вот эту недвижимость, то есть им нужно, чтобы это сделали профессионалы, сделали качественно, они точно так же кидают деньги, они могут вообще нахуй не жить в этой стране, блядь. Вот, они просто кидают деньги и говорят нахуй, ебашьте пацаны. Вот, пацаны ебашут, и здесь уже неважно, то есть они могут за эти деньги ебашить хорошо или плохо, потому что, блядь, отношение к этому у чувака, типа, максимально пахуистическое. Вот. И есть третий, третий, который как раз-таки, который окунается вот в этот аспект, так скажем, некое осведомленности о подрядчике, потому что для них важен результат совокупный. Вот, то есть для них важна и коммуникация, для них важен результат в плане реализации объекта, и для них важен подход в плане коммуникации, то есть для них, ну, как бы, они хотят это сделать хорошо. Они хотят это сделать хорошо, и да, они готовы платить за это деньги, вот, но и здесь как раз-таки наступает момент, когда важны все вот эти перемены, которые ты перечислил. То есть вот этот диалог с клиентом не навязчивый, то есть не погружающий его в проблематики, но все время причастный, как бы, то есть ты показываешь, демонстрируешь клиенту то, что тебе не насрать на него. Вот. И это наделяет определенным, как бы, определенным обратным отношением к тебе как специалист, то есть это тебя квалифицирует. То есть человек понимает то, что, блядь, да, меня как бы не бросают там с этими проблемами, меня посвящают как бы во все итерации, я понимаю последовательности, в общем, люди прекрасно понимают и осознают, что они делают, я вижу порядок на объекте, вот, я получаю обратную связь, вот, я вижу то, что они сами решают какие-то локальные трудности, вот, и все чудесно, ну, как-то так. То есть вот, ну, три категории, их можно еще, я думаю, блядь, десять придумать. Это понятно. Ну, то есть мы сейчас, нет, это мы говорим о типа там, где стоит, ну, типа там 35 плюс, мы сейчас разговариваем, мы сейчас не говорим о ремонте, где за 20 хотят, короче, чтобы с ними и поговорили, и купили, и сделали идеально, и много, много, много. Ну, вот давай так, вот мы имеем какое-то порох хождения вот в некое качество, да, вот мы возьмем условную, условных мастеров, вот, условную бригаду, вот, которые, у которых есть инвентарь, ну, вот, то есть есть хорошее оборудование, хороший инструмент, хорошие знания, хороший опыт, вот, есть цена их услуг, вот, она, допустим, стоит там, ну, сейчас это 30 тысяч, 30, 35, это, нет, смотри, сейчас, смотри, у нас ребята, которые считают, что у них действительно все это есть, и все такое, а они делают за 12, за 15, понимаешь, ну, то есть, у них, значит, у них чего-то нету, блядь, вот, это, когда человека есть, он может считать, что есть, понимаешь, то есть, если посмотреть на меня 5 лет назад, я считал, что у меня есть, а на самом деле ничего не было, а если посмотрим на меня, в 2008 году, в 2008 я себя считал, знаешь, кем? В 2008 я себя считал просто самым, там, не знаю, архикрутым, там, вообще максимально крутым из всех, кого я знаю, потому что я таким и был в своем окружении, понимаешь? Ну, да, то есть ты отталкиваешься, как бы, от среды. Да, а на самом-то деле я был просто колхозником. Это понятно, смотри, я тебе сейчас не про это говорю, я тебе говорю, вот про, вот есть такая вещь, как себестоимость, да, и когда мы говорим, то, что вот есть, есть цена услуги, есть люди, которые выполняют, и вот мы должны понимать, сколько, вот, вот, какова себестоимость, потому что порог вхождения в эту себестоимость в плане качества. Смотри, пример с бутылкой. Бутылка Боржоми в, как это сказать, на складе, да, грубо говоря, в оптовой закупке стоит рублей 25. Ну. В гипермаркете, за то, что ты зашел в теплый магазин и так далее, она стоит уже там 35-40. В аэропорту она стоит 100, в Випке она стоит 500. На борту самолета стоит 1000. Себестоимость одна? Я тебе про это и пытаюсь сказать. То есть я тебе пытаюсь сказать про некую наценку, которая чем-то обуславливается. Но и... Продукт один, цена разная. Продукт один, все то же самое. Цена разная, в зависимости от условий. Вот. Я тебе говорю как раз про то, что есть люди, которые это понимают, а есть люди, которые категорически это нахуй не понимают. То есть они такие, они такие говорят, блядь, бутылка боржоми, сука, блядь, 1000 рублей. И они что делают? Они покупают пятерочки нахуй себе, блядь, вручную кладь, едут с ней в аэропорт, хуёрт, короче, садятся в самолёт, там её пьют. Вот. Но при этом они всю дорогу, блядь, тащат её, это лишний вес, им неудобно, но, блядь, они экономят. Вот эту 1000 рублей. Это про это. То есть это, 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 мы возвращаемся к разговору о комфорте, и о сервисе, и об объяснении вот этой вот, вот этой вот хуйни всей. Ну, то есть, почему стоит столько денег? А какой шанс, что по пути этот человек разобьёт бутылочку боржоми? Тоже, блядь, большой. Огромный. Просто в ремонте огромный. Это, ну, бутылочку боржоми разобьёт. Ну, это просто, это как, если бы эта бутылка, блядь. Там ка ползти, короче, с бутылочкой стеклянной боржоми, и у тебя даже нет кармана. Причём она не в обычном стеклянном, а в хруст-хрусталей её. В руках надо держать, да. То есть, одно из таких, что ты не можешь рюкзак её положить, а нужно ещё в руках держать. Ещё крышки у тебя нету, и не расплескать ещё надо. Вот, да, 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 то есть, понимаешь, отлично примерно записать себе. То есть, вот, и вот мы в таком рынке работаем. Да, мы в таком рынке работаем. И вот там вот на крыше, куда нужно, там на горе, куда нужно было зайти, там вот эта бутылочка боржоми уже стоит, понимаешь? И уже люди, кто-то с ней залез с открытой бутылочкой боржоми из хрусталя. Он залез, поэтому он её за столько продаёт. Ну да. А по факту эта бутылочка ещё не отличается. И ещё соломку, блядь, туда чпокнул, нахуй, ебанул. И подносик положил. Соливочка какой-нибудь пиздат. Да, да. И девочка красивая. Мне очень нравится, да, очень крутой пример, да. Очень крутой пример. Пользуйтесь. Пользуйтесь, да. Это, возвращаясь к теме о том, что такое, понимание к премиум-сегменту. Вот что вы просто понимали. Бутылка с боржоми, мне кажется, охуенно описывать вся эту ситуацию. Я прям теперь буду на выступлениях так рассказывать. Про бутылку с боржоми. Видишь, в диалоге рождаются охуенные метафоры сравнений и аллюзии. Да. Андрей, вы не могли бы к нам в эфир заслать ещё какой-нибудь искромётный, очень важный и глубокий вопрос? Спасибо, Андрей. Он гуглит. Ничего он не делает. Он просто в Инстаграме сидит. Слушай, у меня сегодня, мы сегодня с тобой пишем подкаст, а у меня сегодня безматерная среда, короче. Это такая рубрика, когда мне моя аудитория задаёт вопросы. Блядь, здесь уже столько вопросов проебал, пока мы с тобой пиздем. Ну, в общем, здесь если зачитать, допустим, вот один из последних. Зачем зарабатывать, когда можно попрошайничать в интернете? Охуеть? Можно стримы делать. Давай, короче, прям сейчас смотри. Я сейчас включу, и прям ты на этот вопрос ответишь. В общем, смотри. Значит, я тебе его зачитаю. Зачем зарабатывать, когда можно попрошайничать в интернете? Давай, Руф, ебани. Только если вам этого хочется духовно, или я даже не знаю, как это сказать. А в целом, ну, попрошайничайте, почему нет? Если вам это позволяет внутренняя ментальная сущность. А зачем зарабатывать, когда можно попрошайничать в интернете? Давай, Руф, ебани. Только если вам этого хочется духовно, или я даже не знаю. вот все я и ну как бы когда духовно хочется да ну потому что мы мы же можем про религии немножко по православия в общем они же как бы в этой же по системе координат работают ну как бы духовно ты же идешь тоже хуякой все поэтому все нормально надо быть духовно готовым попрошайничество вот заебись на все тоже тоже надо это записать андрюха ты можешь выше хуя как-нибудь думать вообще что делать если заказчик женщина нет что и дизайнеры почему смысле почему они почему только дизайнеры у нас есть много ярких представителей дизайнер если мы если мы если мы говорим о со количественном соотношении то естественно женщина дизайнер гораздо больше чем мужчин а вот почему так получилось исторически потому что быть мужиком при этом быть дизайнером это зашкварная ну да потому что это немного зашкварная хуйня если ты где-нибудь было в нальчике на тебя пиздили каждый каждый сука второй день в общем то есть а только гематома там немножечко пошла блять фиолетоведь в общем тебе нахуй на еще раз ебло сломали вот потому что это но это как бы в рамках нашей культуры это немножечко непонятно в же дизайнер это является какой-то полупедористической профессии которая отпочковалась от архитек а от архитектора вот потому что архитекторов не пиздит очень то есть в нальчике например вот ты выходишь такой блять ты кто блять архитектор такой а если ты так гришь кто кто-то блять ты такой дизайнер ты плачет сказал блять че че что блять и все и тебе сразу и кабучку нахуй выносит блять кабину и ты очень сильно хочешь до учиться на архитектор да в этот же момент вот все все потому что ну вот так вот ну вот так вот у нас такой блять культурный код короче вшит в нашу нацию вот и такое вот восприятие но мы говорим сейчас о москве поэтому здесь это нормально здесь блять можно быть всем кем угодно когда угодно блять и сколько угодно времени вот соотношение соотношение мужчин и женщин почему женщин больше ну потому что они абсолютно органически интегрированы в понимание менталитетная наша профессии дизайнера потому что для них это такая воздушная творческая хуйня здесь я поставлю кресло здесь я намажу говно на стенах а здесь в общем еще очень там очень там я недавно был в одном дизайнерском агентстве а с клиентом не там уже миллион рублей стоит если что квартира 100 квадратов дизайн вот представляем дату и получается следующее что я просто прихожу я понимаю что они уже полгода делают дизайн-проекты там такой ступорный бизнес мы не можем работать то есть мы не можем работать потому что дизайн-проект не закончен вот и стадия такая что уже было четыре бесплатные переделки и вот типа вот 5 короче они все равно не находят короче это самый мне пришлось уже вмешаться в это хотя я максимально не хочу ли давайте приедем на встречу и вот вместе в 100 трехсторонним этом самом поговорим и получается мы приезжаем начинается разговор и я понимаю что он опять же кто виноват как ты думаешь что не может дизайн сделать дизайн дизайнерский во-первых не тот диск коммуникации виновата дизайн не того дизайнера поставила это агентство супер дорогое супер супер сегменте понимаешь супер дорогой в супер сегменте ты еще лишь про человека человек 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 не могут они не могут договориться же между вот уж нужно менять дизайнера достаточно для этого клиента если они хотят либо отдавать деньги клиенту и сказать извините отдать деньги они уже естественно не могут как бы естественно кто может отдать миллион рублей большие агентства могут просто не пидарас этого не делают и так хотя нужно было бы в этот конечно же не договорились как бы но они типа свою работу сделали но типа но по факту клиент недоволен вообще ничем вот просто ничем мы не можем планировать мы не можем у нас есть максим что план демонтажа демонтаж мы сделали и все мы сидим то есть только потому что у нас не согласованы планировочные решения на планировочном решении там заглохло деньги возвращать слушай вот я тебе просто сейчас уже делают ну после планировать планировка была утверждена клиентом а потом нет то есть а потом а потом когда когда пришли строители сказали а здесь невозможно сделать ванну возле окна москва-сити без сала лифта без невозможно просто невозможно знаете такое слово нельзя а это случайно не ход волшую я просто отравлять очень много долбоебов которые всем ванны блять относят к окнам лихать и потом уклон не могут соблюсти этот клиент и еще теплых полов 80 квадратов тепло было в сити теплых полов 80 квадратов как нормально нормально не водяных и если честно там проще водяные сделать теплые полы на 80 квадратов чем электрические если это пошло ну то есть и то есть такие смешные решения как бы когда естественно пришли назовем нас отделочниками мы забрели в хлам просто в саму концепцию и тут началось а давай просто штука и я присутствую к чему же я это все рассказывал по поводу дизайна и я присутствуя на вот этом всем вот это вот рим заебал от hot walls экзорцизме короче грубо говоря вот отвечает сука я я как бы сидел с одной мыслью что я согласен мы делаем технический дизайн то есть технич то есть на грубо говорить чистую техничку то есть вот чистую техничку мы делаем однозначно и мы даже умеем ее продавать клиентам которые уже заплатили 1000 рублей которые заплатили уже 26 тысяч рублей за квадратный метр 26 тысяч рублей за квадратный метр дизайн проект с комплектация и блять это ну ладно отдельная история вот мы делаем еще к этому проекту технический проект прикинь короче то есть мы даже умеем это продавать но я абсолютно не умею продавать цвет стен я абсолютно не умею продавать вот вот так или вот так то есть мне пожалуйста покажите картинку и хрен с ней с технической части мы решим как сделать так чтобы короче в двух сантиметров был теневой профиль вместе с подсветкой мы же не забывай марафон делали на эту тему поэтому мы подошли я здесь 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 можно тоже опять таки откатиться к этой самой пресловутой экспертности потому что как ты правильно сказал очень не является гарантом цена совершенно то есть ты приходишь в студию блять который нахуй ломит за проектом хуй вот тучу просто бабла вот при этом у них хорошо работает допустим какая-то визуальная маркетинговая составляющая и есть их проекты они красивые на картинке но их проекты не имеет ничего общего блять с реальной жизнью потому что люди которые там сидят они умеют рисовать охуенные каталоги которые вы каталоги которые бы взяли хорошо там в печать какие нибудь блять не знаю там глянцевые журналы но при этом эти проекты не реализуемы поскольку люди совершенно нихуя ничего не понимают технической части вот и а мы приказать что с нами сидел чувак вентиляционщик который должен там делать вентиляцию я смеялся бы я просто я не знал куда себя деть я просто не знал куда себя день первых какого хера этот человек делал на моменте когда мы планировки не решили там делать что-то он представлял техническую сторону техническую сторону стану за и заебись до охуяда было мега круто я это 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 огромное вообще заблуждение просто это вот как раз о том как к качестве клиент который готов швырнуть бабло вот так вот в общем да потому что он платит типа платит статус то есть он 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 это делает так чтобы короче потом сказать ебать у меня вход волос блять дизайн делали он понимаешь они такие же долбоебы в общем просто мне мне блять миша шапшников блять четко вот и у нас был клиент который был просто под волос это очень не суть важно вот то есть здесь важна экспертность то есть здесь 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 важно изучать момент то есть когда ты понимаешь что тебе ну любой человек совершенно любой если он зарабатывает деньги он знает им ценность в общем если он понимает что он покупать недвижимость которые для любого абсолютно человек представляет ценности она реально стоит денег и стоит денег она дохуя вот он понимает то что надо произвести очень очень много операций связано с ее реализацией это все тоже стоит дохуя вот он должен как бы оценивать это все оценивать с точки зрения кадров которые это будут реализовывать вот соответственно здесь сам фактор того кто эти люди будут вот их их экспертность она должна занимать первые позиции совершенно точно потому что дизайн студии они ну большинство дизайн студии неважно по какому прайсу они нихуя не понимают как делать реализации в общем то есть они они все все призваны с целью зарабатывать и как бы они платят своим дизайнером нихуя немного денег в общем потому что они хотят много денег для себя вот в результате они рисуют красиво и получается говно вот все вот поэтому я я вообще вот если бы я вот конкретно я бы был клиентом вот совершенно тупым который нахуй не понимает вообще в этом ничего и мне нужно было бы найти дизайнера я бы никогда в жизни не пошел дизайн-студию вот никогда то есть я бы я бы потратил блять не знаю вот месяц два месяца неважно в общем на изучение там я бы выписал себе там вот с этого рынка короче там несколько там не знаю 15 человек я бы за два месяца я просто следил за этими людьми в общем что они делают что они транслируют и как бы чтобы убедиться и понять насколько они вообще в процессе вот реализация за реализацию конечно дизайн проект это я не считаю реализация это реализация дизайн проекта окей а за реализацией ты бы пошел в компании или бы ты наш реализации нет за реализации за реализации я бы скорее всего пошел мне мне здесь трудно на самом деле что и вот-вот сейчас я позиции ты свою позицию по поводу дизайнерских агентств да грубо говоря в студии высказал а теперь мне скажи позицию компаний строительных которые есть вот смотри я тебе я тебе скажу на если я тебе скажу хорошего я бы я бы точно также выписал для себя наверное 10 компаний вот уделил бы время нашел выписал по себе 10 компаний именно компальным клиентом это называется экспертный клиент что сейчас мне рассказываешь это экспертный клиент который хочет разобраться в хотя бы в продукте я готов я клиент который готов потратить очень много денег в общем чтобы у меня все было хорошо я как бы мне они достаются тяжело вот я не хочу чтобы они были выкинуть на выкинуть на ветер вот соответственно я к этому ответственно подойду и я буду выписывать компании и компании и вольных стрелков и просто смотреть просто смотреть на этих людей точно так же оценивать в общем как они как они системно работают как они работают не системно в общем говорят или озвучивают ли они свои вебосы потому что это важно для меня да то есть я понимаю что это для меня определенный коэффициент лояльности и искренности вот то что я я я вот клиент который понимает вот ввиду менталитета я понимаю то что у нас в стране в стране ремонт это это геморрой это стресс и в ремонте очень много наебывают вот мне мне нужно вот этот фактор вот эти вот все факторы суммировав мне нужно это переложить на личностные факторы и понять если допустим меня будут наебывать в общем да вот 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 я смотрю на этих людей очень они говорят то что они делают хуйню они об этом это озвучивают такие у озвучивают значит соответственно они скорее всего меня будут наебывать либо не будут наебывать вообще либо будут меня наебывать меньше такой хуяк там галочку поставил вот там посмотрел вот эти делают стены вот так вот очень мне нравится а вот эти делают вот так вот мне тоже нравится в чем отличие блять я еще этот момент изучу то есть это будет это будет процесс изучения некий и на это надо тратить время естественно вот потому что по своему опыту могу сказать то что заказчики которые приходят ко мне всегда вот именно с инстаграма вот они начинают диалог с того что здравствуйте я слежу за вами в инстаграм я слежу за вами в инстаграм и потом как правило там типа подписано на вас там где-то месяц четыре в общем я слежу и мне нравится то что вы делаете я хочу с вами работать с этого начинается диалог с этого начинается коммуникации я понимаю то что этот клиент он уже потенциально готов со мной работать то что он он знает что его да и как бы здесь здесь важно то к чему к чему кто хочет прийти когда мы говорим о масштабе когда мы не говорим там о 8 10 объектах короче когда мы говорим блять а там 50-100 вот естественно у тебя не будет такой системы совершенно другие маркеры будут работать другие механизмы все будет другое вот и ты не сможешь это это коммуникация лишенной индивидуальности считаешь что все-таки определенный психотип клиента который приходит к маленьким ребятам которые еще за продукт то есть ты считаешь что так большим большим нельзя быть true продуктом это глубоко глубокий вопрос то есть если ты глубокий вопрос у меня нет там допустим там 140 объектов и у кого-то 140 объектов у кого-то 50 у кого-то 8 у кого-то один кто из них самый эксперт вот смотри когда 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 люди они могут быть все экспертами вот реально могут быть но когда мы говорим про компанию который берет там примеру 140 объектов в общем да и мы берем заказчика который хочет прям по high level вот из этих 140 объектов из там из этих 140 управляющих по этим объектам ему будет выделяться конкретно то есть человек человек вот который будет взаимодействовать на его языке его понимая вот но у него помимо вот этих 140 вот еще есть 139 и там взаимодействуют с ним другие люди то есть с каждым отдельным клиентом взаимодействия другие люди вот и и это вопрос сегментности я не встречал отделочников компании которые работают только в high level только который вот который способны точнее встречал ну блять не никак не не в таком процентном соотношении объектности то есть у них не может ну то есть 140 элиток блять вот прям премиум пиздеца вот 140 объектов я такого не встречал я таких людей не знаю как правило есть ну есть определенные градации там допустим 100 объектов из них там блять не знаю там штук 10 короче это премиум вот а все остальное это уже ниже сегмента вот и там другой подход другое отношение все другое я в своей картине мира вижу следующую ситуацию я никогда не упарусь на тему количество заказов и количество объектов я все-таки топлю наверное за качество этих объектов и качество заказчиков и как таковое качество мне не важно абсолютно сколько мне мне не нужно чтобы было дохуя вот потому что мне не нужно дохуя людей вот я не хочу как бы кукловодить надо массы людей которые потом будут ошибаться они будут ошибаться вот потому что это все совокупно будет отражаться на конкретно моей на моем авторитете вот я возьму себе 10 объектов вот я возьму их за ту цену за которую я их беру вот я их отработаю хорошо каждого индивидуально вот то есть в рамках команды вот это будет низшего это будет хорошо я буду совершенно точно как бы гарантировать результат вот я пойму что для ну как бы для для меня ну вот это есть некая мерила моей компетенции потому что ширить масштабировать бизнес быть что ты изменишь свое мнение через год или два или через пять лет да ну может быть конечно ну все 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 мы развивали все мы в движении находим погружен в определенную идеологию да и в определенные там рамки какие-то но когда ты мы немножко вырастем или опустимся вниз или или просто произойдет как какой-то пиздец нашей жизни как правило ведь точка роста или падения это ключевая там как-то называется когда вот синусоиды между кривая на то есть когда что-то происходит да либо вверх либо вниз как правило что-то происходит и ты можешь изменить свое мнение от того что сейчас происходит то есть но грубо говоря что ты скажешь нет ни хера нужно короче все таки таки вот я возьму 10 и все и никогда больше не возьму и даже я тебя хочу знать что 10 очень сложно контролировать в той парадигме про которую ты сейчас говори конечно сложно то есть 10 это уже так на грани фантастики просто даже но это уже десять объектов это уже примерно человек пятьдесят на не должно работать нас примерно вот плюс-минус а это уже сложная коммуникация то есть коммуницировать я считаю качественно можно с пятью семью людьми ты знаешь когда есть экспертности есть сложные социальные связи а есть много легких социальных связей то есть вот есть люди которые коммуницируют только с тремя четырьмя пятью людьми в принципе в жизни и они такие знаешь вот такие супер консер а есть ребята которые которых легкие социальные связи да допустим вот у меня очень много легких социальных связей то есть я знаю огромное количество людей и очень легко общаясь с людьми которых я не знаю и считаю что в этом моя сила то есть у меня есть очень много знакомых и друзей а в кавычках до в разных сферах но по бизнесу по своим каким-то идеям я общаюсь с очень узким количеством людей с кем мне комфортно понимаешь то же самое то же самое касается и время то допустим ты перешел в какой-то секрет и когда пришел в другой сегмент и горишь нет я хочу пить вот у меня допустим цель 50 объектов одновременно для того чтобы мне вести 50 целей 50 объектов одновременно в твоей парадигме я должен общаться сразу с 350 людьми это невозможно сейчас 35 человек примерно работает 30 35 потому что ты хорошо у тебя цель какая вот вот когда ты говоришь то что я хочу 50 проектов одновременно это это желание которое чтобы что кончить от оргазма блять 80 лет и умереть не знаю какая у меня цель нет так я тебе произведут ты же озвучиваешь нет это важно потому что ты озвучиваешь посмотри моя цель я очень люблю уебываться чтобы уебываться надо что-то делать то есть понимаешь да чтобы уебываться чтобы что-то делать 10 блять выше крыш ну вот нет ну то есть вот смотри если мы нет ни хера ни хера ни хера я считаю что это как кайф которого всегда будет мало то есть есть смотри какая штука есть ну вот серотонин окситоцин как это еще называется до который вырабатывается в нескольких случаях да то есть когда мы получаем удовольствие от того что мы сделали и вчера я просто с ума сходил от того какую крутую стенку собрал или что-то еще а сейчас меня это вообще не жжет то есть но типа я повысил уровень удовольствия и дальше какая история то есть я могу чтобы я получал удовольствие а наркотики простое просто простой дешевый кайф короче либо же создание продукта массового потребления или чего-то еще выступления и так далее то есть то есть есть два есть два варианта выделяет смысл жизни в чём удовольствии в удовольствие верно и вот если меня уже не жжет ложить плитку в санузле ну вот я не получали раньше я получал можно выходит и ты заковырялся я тебя спросил конкретно вопрос относительно 50 объект в общем ты 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 это озвучил сам то есть они то не сказал то что я хочу 50 объектов одновременно я тебя спрашива что бы чтобы чтобы получать удовольствие я не получаю удовольствие делая один проект я не получаю удовольствие делая три проекта ну а ты делаешь получить удовольствие на данный момент практически делаю ну хорошо когда их будет 20 до то есть не послушай послушай я и я тебе про это говорю что ты делаешь немножко другие вещи то есть ты ты уже пишешь регламент этих карты ты создаешь вот это о чем ты говоришь то есть как бы и вот как раз таки с тобой должны быть те люди которые кем был ты какое-то время назад понимаешь который этот может с там не знаю сергеем петровичем которому вообще по барабану коммуницировать и нормально все отлично а если у нас какой-нибудь там сложный за варенин болеть которому нужен абсолютно другая компетенция человека и тут то есть либо я должен с ним коммуницировать если я с ним буду коммуницировать значит я не с ним точно мне не будет 50 объектов сто процентов значит нужно находить такого же сильного человека и как-то с ним договариваться чтобы ему и мне было хорошо и мы работали либо забить на это все хер и тупо бухать дома и получать то же самый кайф понимаешь ну вот моему под мое мнение то есть чтобы получить вот это удовольствие которая то есть ты со время ты становишься как это как игра в покер ты вначале играешь просто под фишечки тебе интересно потом порублю тебе интересно а потом если за столом меньше 100 тысяч рублей тебе даже не хочется садиться за этот стол но это все оправдывает то где то сейчас находишься в общем потому что интерес он же аппетит приходит во время еды и интерес точно также возникает наши животные инстинкты да грубо говоря какие то вот которые заложены нами поэтому я считаю что это никогда не закончится и я думаю что такое у меня будет 50 объектов это эволюция пресыщение да когда 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 наступает когда наступает ну вот хорошо только катарсиск где тогда вот то есть не существует это там но ты внутрь и латис в пути но ты его назвал условно сейчас там в какой-то там перспективе 50 объектами условно ну условно к условно да условно то есть потому что когда это наступает тебе сразу то есть ну грубо говоря ты там мечтаешь о какой-то машине да ты мечтаешь там какой-то там не знаю там девушки ты и мечтаешь о каком-то инструменте и так далее когда ты это получаешь ты понимаешь что удовольствия было в тот момент когда ты вот вот перед у стремление короче да то есть в самом процессе данные в самом этом и то есть это же самое потом происходит следующие то есть грубо говоря когда у тебя или 50 объектов ты можешь выйти на сцену и сказать моя компания в��ет 50 объектов ты можешь выйти на сцену и сказать что моя компания ведет 50 объектов и просто напиздеть и как бы ну грубо говоря вы 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 на одном уровне но удовольствие от того что то человек даже может быть он даже может быть и кайфанет своей картине мира таких же да конечно таки рак того что нет но как бы все а когда это действительно есть ты выходишь и говоришь тебе есть куда идти дальше тебя такая супер твердая пора знаешь так хоп на нее и пошел дальше вот 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 мой кайф понимаешь они когда у тебя воздушный замок я понял о чем тебя тебя тащит называй как хочешь вот сейчас такое вот у меня такое такое мышление такое понимание вот почему я допустим это дело сказать что не бывает депрессников добывает данный но они все бывают понятно я за просто за чистое удовольствие то есть не за то есть сказать что смотри какая штука я могу изменять сознание и люблю изменять сознание но удовольствие кайф получать от естественных причин то есть на грубо говоря когда там ну не знаю как охота встает а там грубо говоря ли достижения личных каких-то там штук там не знаю пробежать марафон и так далее ну и вообще короче такая глубокая тема я иду за удовольствие добивать добиваться удовольствием однозначно сто процентов все что я делаю как бы это не звучало по животному делаю ради удовольствия а все остальное вторично хорошему продукту прикладываются деньги к деньгам прикладывается там не знаю популярным возможности да и когда ты да и когда ты идешь от пустого от ничего ну вот я считаю что такие люди и становятся ну вот не здесь просто здесь аксиома как бы из ничего нахуй рождается ничего как бы и на виду здесь не о чем разговаривать понятно мы можем подвести теперь это важно давай либо давай ебаш итог ну итог следующий что я понял что разговаривать с людьми это очень интересно то есть ты же понятно то что то о чем мы говорим я сейчас получил максимально много удовольствия за эти три часа которые мы говорили то есть такая же хуйня а слушают на на тему то есть я не с под палки понимаешь я не сделал это ради чего-то возможно сейчас этот подкаст станет популярным или даже не сильно мы получим не охватая лояльность скорее всего да и возможно в этой рубрике появится спонсор и я себе заработаю на мальдивы это хорошо конечно да то есть ну как бы вот то есть от продукта то есть поэтому вот ну вот я кайфу от этого у меня здесь для меня есть случилось откровение для короче воскресенье вот я в общем уперся определенный момент потому что ну я делаю свою работу стараюсь делать хорошо я это все транслирую и есть у меня аудитория соответственно которая за всем этим следит то есть там делаю проекты и их реализовываю там показываю как это все происходит вот а потом я начал страны наблюдать за всем тем что происходит вот на этом рынке среди людей которые делают то же самое что и я условно да вот я понял что блять за этим очень сильно мало как бы личности я стараюсь сделать так чтобы ее было много то есть ну показываю непосредственно себя и то что меня окружает вот но я понимаю что вот меня это заебал то ведь меня заебывает то чем я занимаюсь мне это нравится но от эту устаешь как бы когда ты и тут ну ты открываешь архив истории и ты блять каждый день вот это бесконечная скролль ты что-то и каждый день снимаешь и показываешь это и она все об одном и том же как такой длинный длинный сериал которого нет конца длиной в жизнь блять вот я кастрю сел и думаю надо что-нибудь придумать, ну, надо какой-то формат ввести новый, который совершенно противополяренный, в общем, тому, что я делаю. Я думаю, блядь, что бы сделать? Думаю, надо сделать прямой эфир и послушать музыку с людьми. Вот. Я охуел от того, что на протяжении трех, сука, часов, три часа со мной сидело там 50-60 человек в воскресенье, нахуй, вечером, поздним вечером, блядь, и слушал музыку на виниле. Это пиздец. Меня это просто убило вообще. То есть, как бы, само осознание того, что люди готовы потратить три часа времени на совершенно тупое блядь времяпрепровождение, потому что они через Инстаграм, сука, слушаю, блядь, винил. Вот. Ну, естественно, я там что-то им рассказываю, вот, но это, блядь, было, это было пиздец. Это какой-то вообще осознание. Очень-очень. Вообще, знаешь как? Вот у меня это произошло. Это было осознание-признание, мне кажется, некое. Да, да, суперорганически. Вот смотри, какая штука. Как было у меня, да, когда ты, ты же, ну, я давно веду какую-то медийную, да, жизнь, скажем так, вот. Отчасть из нее, да, я показываю, часть не показываю. Вот. И вот свою рабочую сферу, скажем так, я показываю. И получается так, что в один прекрасный момент ты осознаешь, что у тебя слушает большое количество людей, что бы ты ни сделал, тебе есть вот прям большое количество фанатов, да. И ты уже не можешь себе позволить многих штук, которые хотел бы, а потом ты понимаешь, что ни хера не так. То есть у тебя, значит, первое такое понимание, а потом ты понимаешь, да, блядь, нет, ты делаешь то, что ты делаешь всегда. Как бы просто, просто это есть. И у тебя есть такое внутреннее такое, все равно, как бы это объяснить, внутреннее чувство удовлетворенности, что ли. Ну, то есть ты получаешь, ты же от этого получаешь, ты же кайфуешь, ты же кайфанул вчера, когда тебя слушало, 50 человек. Ну, в воскресенье, да. В воскресенье. Это такое воплощенное чувство, собственно, невъебенности, короче, вот. Ну, если об этом говорить громко. Вот, то есть ты, типа, понимаешь то, что, блядь, ты признан, как бы, и ты, типа, вот, да, вот тебя реально слушают, любят, не знаю, подрачи за столом, короче, они все равно будут смотреть, блядь, три часа. Да, даже охваты вырастут. Да, охваты, блядь, вырастут, в общем, и прохваты. И это, то есть это такое некий, некая оценка твоего, ну, то есть тебя как личности. Мне кажется, это прям пиздато. И когда я это сделал, я понял то, что я, ну, я как бы вот эту, вот эту вот призму я могу видоизменять, ломать, то есть преломлять так, как мне нужно. То есть я понимаю, что это та аудитория, которая, ну, со мной пойдет, блядь, вот куда угодно. Ну, вот. И это дает мне возможность заниматься чем угодно. И я понял, что надо делать тоже еще что-то, помимо того, чем я занимаюсь, то есть создавать там какие-то новые продукты, вообще новые совершенно. Конечно, все над форматом всегда работаешь, то есть всегда. Я начинал с мастер-класса, да, откуда я собрал первую аудиторию. Я просто учил людей. Что? Че? Три минуты. Три минуты. Ну, ладно. Все, давай, это же, короче, блядь, все. Это был вот такой подкаст, я думаю, большое спасибо за вещь, по-моему, было заебись. Я думаю, что в следующий раз, если вы напишите какую-нибудь крутую тему, мы на определенную тему приедем и поговорим. нихуя не говорит Москва, блядь. Вот на Говорю Москва мне вообще не понравилось, блядь. А тут прям ништяк все, короче, потому что говорит, пиздец вообще. Всем пока. Надо притораканить, да, надо какой-нибудь тематический эфир сделать, я считаю. Сделаем тематический эфир, да, в следующий раз. Да. О, это было круто. Про винил, блядь. Будем рэп читать. И рэп ебанем, да. Всем пока. Всем пока, Лайки, подписки. Субтитры сделал DimaTorzok